Всем привет, меня зовут Маля, я из марксистской федерации. Сегодня будем с Иваном из МСД обсуждать вопрос о революционном субъекте. Почему этот вопрос важен для всех левых? Понятно, что кем бы мы ни называли себя марксистами, коммунистами, анархистами, либертарными левыми или еще каким-то образом, тем не менее, мы все сходимся в том, что нашей целью является свержение капиталистического строя. Почему? Мы критикуем капитализм, об этом, наверное, расскажу, когда уже буду говорить о существо. В общем, есть кое-что общее между нами, но есть вот эта критика капитализма и борьба с ним. Но есть вопрос о том, каким образом мы будем это осуществлять, и кто, на самом деле, такие мы, которые будут осуществлять этот корпус с капиталом и с капитализмом. Соответственно, есть очень общие ответы на вопрос о революционном субъекте. То есть это все убеденные, все, кто страдает от капитала. На самом деле, достаточно прочитать новости, чтобы понять, что людей, которые уменьшены при капитализме, намного больше, чем бенефициалы. Но достаточно ли такого общего тезиса о том, что все организованные будут бороться с капитализмом? Достаточно ли такого тезиса для того, чтобы построить вообще революционную программу и перейти к определенным действиям? Марксисты отвечать на этот вопрос не недостаточно. И на самом деле, еще в конце XIX века, марксисты дали, ну, не только в XIX веке, по факту, марксисты дали такой ответ на вопрос о революционном субъекте. Революционный субъект, тот, кто непосредственно вступает в антагонистические, тот, кто непосредственно находится в антагонистических отношениях с капиталом, это рабочий класс. Что значит здесь слово антагонистический? Это означает, что противоречия между капиталом и трудом в принципе неразрешимы при существующей системе. Они могут быть определенным образом осмельчены, но они ей имманентны. То есть капитализм базируется на том, что... Капитализм базируется на том, что надо знать в оплате рабочего. Если этого нет, то мы не можем перейти о капитализме. И в этом смысле рабочий класс не может никак освободиться от своей роли создателя прибавочной стоимости и того, от кого отчуждается прибавочная стоимость капитализма, иначе, кроме какого-то по среднему упражнению капитализма. Что вообще такое классы, о которых я сейчас говорю? Ну, кажется, что это очевидный вопрос, все время всплывает. Ну, я скажу классическое определение на всякий случай, чтобы, ну, в дальнейшем дискуссия была более определенной. По Энгельсу и по Марксу, ну, не так, я начну, извините. Я начну с формулировки Ленина, который дает именно определение классов, называя классами большие группы людей, которые различаются по своему месту в исторически определенной системе общественного производства, по своему отношению к средствам производства, по своей роли в общественной организации труда, и, следовательно, по способам получения и размерам доли общественного богатства, которые они располагают. То есть, все классы — это такие группы людей, из которых одна может присваивать труд другой, благодаря различению их средств в определенном подкладе общественного хозяйства. Ну, если говорить точнее о буржуазии и рабочем классе, то под буржуазией понимается класс капиталистов, класс собственников средств общественного производства, которые применяют наемный труд. А под пролетариатом понимается класс наемных работников, соответственно, которые, будучи лишены собственных средств производства, вынуждены для того, чтобы жить, продавать свою рабочую силу. Именно это положение в системе общественного разделения труда толкает рабочий класс, либо отдельные его группы на борьбу. Здесь же есть вопрос о группах рабочего класса. То есть, не все группы одинаково революционные, не все группы одинаково способны на действие. Вот за вам это звучит. В общем, Ленин, по крайней мере, до революции и после выделял всегда в России, ну, не в России, в целом, в пролетариате мира, в рабочем классе мира, именно отдельный групп пролетариат. То есть, неправильно отразделять здесь было бы, если пользоваться ленинской терминологией, пролетариат и рабочий класс. Под пролетариатом ленинской терминологией подразумевается именно промышленный рабочий класс. Рабочий класс, занятый на крупных производствах, который обладает, вот эта группа рабочего класса, да, по Ленину, она обладает определенными свойствами, определенными качествами. Это, в первую очередь, его организованность в процессе труда и его сплоченность. Определенное доверие, которое возникает у рабочих в силу того, что они заняты коллективным трудом, помогает им в борьбе против своего капиталиста, ну, или вообще против капитала, сыром. И, кроме того, важно, что пролетариат — это именно передовой класс населения. Если мы посмотрим на дореволюционную ситуацию, ну, скажем, начало 20-го века в России, посмотрим на то, какие группы, на самом деле, рабочего класса были наиболее активны, ну, это, поскольку партия была нелегальна, сказать точно состав ее не всегда возможен, на то, что революция. Но, вот, по крайней мере, большевики считали, все время посчитывали, какие были сборы на выпуск газеты «Правда» от рабочих разных профессий. И всегда впереди больше всего около 30% всех рабочих групп, которые собирали деньги на «Правду», это металисты. Один из самых высокооплачиваемых, одна из самых высокооплачиваемых групп пролетариатов, на самом деле, одна из самых образованных. Тем не менее, именно эти люди были в авангарде борьбы. Сегодня, ну, в общем-то, есть много теорий, да, о том, что рабочий класс изменился, что его качество изменилось, его произошла определенная реструктуризация, но это действительно правда, произошла действительно определенная реструктуризация, можно увидеть, например, захотелось число сельскохозяйственных работников почти в окну, практически во всех странах, и выросло число работников сферы услуг, или так называемых белых вредничков. Вместе с этим в развитых странах растет безработица. В Европе безработица достигает, часто, 10-15% в развитых странах, а у молодежной безработицы достигает и четверти всех людей, всей молодежи. И, конечно, эти изменения, они не могут полностью, то есть мы не можем их игнорировать, мы не можем говорить, что рабочий класс должен что-то прежде. В частности, вот достаточно интересная концепция, которую любят обсуждать в последнее время Левы, это концепция возглавления приколиатов, противоположных предыдущего старого рабочего класса. И тут, на самом деле, интересный момент, в чем здесь тема с прикариатом. В том, что, конечно, вот те рабочие, которые были, о которых пишет Ленин, которые, не знаю, металлисты, которые сдавали даже деньги на галету «Правда», и, в общем-то, преуспевали, по нынешней мерке можно было бы тоже надеть прикарием, потому что у них не было никаких гарантий занятости, у них была нестабильная работа, они не могли быть уволены в любой момент. Если это рабочие неправилифицированные, ну ладно, оставим в стороне металлистов, если это низкоправилифицированные, неоплачиваемые рабочие, они часто переходили с завода на завод, у них не было никаких гарантий рабочего места. Вот это то, что сейчас называют признаком прикариата. Но есть один нюанс. Нюанс заключается в том, что сейчас этот прикариат, это не единственное, это не так, как было до революции. Сейчас прикариат именно соседствует вместе со старым рабочим классом, который имеет определенные гарантии, который в Европе, например, у нас невозможно говорить об этом серьезно, в Европе старые рабочие классы организованы в профсоюзах. И вот это соседство определенное, оно оказывает определенное влияние, конечно, на сознание политического прикариата и пролетариата. Прикариат в целом стремится, ну большинство представителей, большинство людей, которые заняты нестабильно, стремятся перейти к более стабильной занятости. Ну, если мы не говорим о самым высокоплачиваемых частях, лекарно-занятых, которые сами выбирают, или, по крайней мере, им кажется, что они сами выбирают, свободную занятость. В то же время старый пролетариат, из-за него говорим о Европе, он объединял достаточно боевые профсоюзы, которые могут действительно вести борьбу за динамические требования, которые уже добились определенных успехов. Например, мы можем посмотреть на Францию. В Франции еще до недавнего времени была 35-часовая рабочая неделя, 7-часовый рабочий день, соответственно, 5-дневка. Эту точку добились рабочие в конце 19-го века. И мы видели в прошлом году, в марте-майе 16-го года, несколько месяцев борьбу рабочего класса Франции за сохранение, именно борьбу старого рабочего класса за сохранение этих своих условий, за сохранение 35-часового рабочей недели, за сохранение гарантии занятости. Большую роль играли профсоюзы в этой борьбе, ведущую роль, я бы сказала. Тем не менее, эта борьба была проиграна. То есть наступление на права рабочего класса во Франции было в мае в прошлом году проигранным рабочим классом. Это очень интересный момент. Здесь нужно посмотреть на роль профсоюзов, на саму тактику, которую они использовали. Потому что, можно ли сказать, что профсоюзы здесь вели людей к борьбе за свои коленые рабочие интересы? Едва ли, можно так сказать. Профсоюзы во Франции отказались выдвигать, даже если мы говорим только о тактике, отказались выдвигать лозунги, отказались выдвигать, вернее, отказались использовать тактику бессрочной забастовки. То есть они объявляли однодневные забастовки, в основном. Они отказались выдвигать общие политические требования. То есть их единственным требованием была отмена нового закона о труде, который пытались продвинуть тогда министр Эль-Хамри и правительство, так называемое статистическое правительство Франции. И профсоюзы ограничились очень абстрактными политическими требованиями, говоря о том, что да, они поступают за новое трудовое законодательство, за новое трудовое законодательство 21 века. Что это значит? Не особо расшифровывалось. И таким образом к борьбе не были подключены политические лозунги, и таким образом к борьбе во Франции не были подключены и другие группы трудящихся, как те же самым прекарно занятые. То есть не были введены новые требования, которые могли поддержать прекарно занятые. Не только старые. Сохранение тех привилегий, тех условий, которые есть у старого рабочего класса. И к этой борьбе не были, ну, в значительной степени, по крайней мере, мало были первичные госслужащие, потому что они не видели много закона о труде, серьезной угрозы для себя. Собственно, тем не менее, несмотря на то, что мы видим определенное изменение структуры рабочего, структуры класса, мы все еще не можем отказаться от этого понятия класса в целом. То есть мы не можем сказать, что эти люди, что их ничто не объединяет. Мы не можем по-прежнему, несмотря на то, что условия труда очень разные, несмотря на то, что иногда внутри класса происходят определенные конфликты, потому что, скажем, новые люди, которые приходят на работу, они довольствуются намного худшими условиями по сравнению с теми, кто уже занят и защищен традиционными союзами. Ну, я говорю только о Европе сейчас, для России это не так. Соответственно, возникают определенные конфликты, представления о том, что старый рабочий класс пользуется якобы какими-то привилегиями. Тем не менее, общность класса по-прежнему существует, по крайней мере, как класса по себе, ну, как класса как экономическая категория, класс по-прежнему подвержен эксплуатации. И здесь нужно еще сделать такую ремарку, да, по поводу эксплуатации и уметения. Очень часто эти два слова смешиваются, но это разные вещи. Под эксплуатацией мы понимаем именно, ну, под экономической эксплуатацией мы здесь понимаем именно отчуждение прибавочной стоимости. это очень важно. И это при капитализме это основной источник дохода капиталиста. Как бы это ни маскировалось, да, там, прибыльный торговый капитал и так далее, но по факту стоимость создается только в производстве и создает эту стоимость рабочий. И часть этой стоимости не обжидается от него капиталистом. Это эксплуатация. Он бесплатно работает на капиталиста часть своего времени. Уметение — это более широкая категория. под угнетением, мы можем понимать самые разные формы, давление. Когда мы говорим, что часть рабочего класса более угнетена, например, ну, мигранты, да, они тоже подвержены экономической эксплуатации, более высокой. Тем не менее, они угнетены еще и по другим признакам. Им сложнее строиться на работу, они сталкиваются с определенными проблемами и вне своей трудовой жизни, с проблемами с жильем, с проблемами с хронофобией и так далее. В общем, конечно, есть определенное различие между разными группами рабочего класса. Но это не и может быть основанием для того, чтобы разделить их на революционные или контрреволюционные. Это может быть основанием только для того, чтобы выделить определенный авангард, который может повести за собой остальные классы. Как я уже говорила, в начале 20 века марксисты выдвигали, ну, легенцы выдвигали в качестве такого, в такой части класса пролетарно-промышленной. И сейчас это его роль, потенциальная роль революционная сохраняется в силу тех качеств, которые он обладает. Коротко хочу сказать еще о формах. Я сказала здесь, ну, в общем, я сказала о том, что особенно большой потенциал у пролетариата, который работает на крупных предприятиях, но крупными предприятиями, ну, вот до революции назывались те, на которых работает больше 500 человек, если я не ошибаюсь. Сейчас, на самом деле, мы видим, что почти каждое промышленное предприятие насчитывает больше 500 человек. То есть мелкого промышленного производства практически не осталось. Почти все государственные предприятия насчитывают тоже больше 500 человек. Соответственно, их все можно назвать крупными. И вообще есть определенный тренд к укропнению производства, это логично, потому что издержки крупного капиталиста меньше, чем издержки мелкого бизнеса в соответствующей области мелкого производства. Ну, это логично, крупный капиталист меньше тратится на всяческие. Оборудование крупного капиталиста используется более полно, чем у мелкого капиталиста. У него есть определенная возможность страховать себя и так далее. Но тем не менее, мелкий бизнес пытается конкулировать с крупным. Мы видим, как это происходит. В основном, мелкий бизнес делает это за счет увеличения степени эксплуатации своих работников, потому что у него нет других инструментов для увеличения производительности труда. Он не может вложиться в основные фонды, он не может вложиться в улучшение, в обновление материальных фондов и, соответственно, он просто использует больше использует своего работника. И таким образом можно сказать, что в мелком бизнесе противоречие между трудом и капиталом еще более остро выявлено, еще более остро может проявляться, чем в крупном производстве. И, соответственно, работникам, мы не можем видеть в мелком бизнесе, хотя мы видим, что мелкий бизнес выступает против олигархии, мелкий бизнес выступает против крупного капитала, но мы не можем видеть в мелком бизнесмене именно в человеке, который использует наемный труд своего соратника в борьбе с капитализмом как таковым. Что скажут нам работники этого мелкого предпринимателя, которых он эксплуатирует полноразов больше, чем соответствующий предпринимательный крупный. Или так же эксплуатирует, даже, допустим. Хотя, я думаю, что мы здесь вызовем определенное возражение. Политически, безусловно, коммунисты могут использовать противоречия, которые существуют между мелкой и средней и крупной противоречий. Но не в том смысле, чтобы поддерживать одну из сторон в этом противостоянии. Сколько уже, по-моему? Долго уже? Доверьте, за рамки 15 минут. 20 минут уже. Хорошо, я думаю, что я пока, наверное, прервусь, послушаю Маймана и продолжу, если мы, может, как-то более начнем. Уже в этом смысле от этой фейсии, которые... Спасибо, Марина. Я не знаю, удастся ли у нас с тобой вступить в дискуссию. Ну, я бы хотел прежде всего сказать о том, что сама вот эта традиционная для мевых постановка вопроса о поисках революционного субъекта, мне она не кажется особенно продуктивной. И вообще весь этот спор на мой взгляд является во многом схоластическим. Ну, когда мы говорим о революционном субъекте, мы молчаливо допускаем, да, что где-то существует какая-то большая группа людей, обладающая коллективным сознанием, да, и потенциально революционным, да. Вот задача левых состоит в том, чтобы эту группу философского камня найти, обратиться к ней, да, и пробудить эту спящую революционность. Ну, на мой взгляд, приписывать рабочему или любой другой социальной группе какую-то имманентную революционность значит впадать в такое явление, как эссенциализм. эссенциализм это когда, скажем, каким-то людям, например, там, я не знаю, женщинам приписываются какие-то, там, не знаю, какое-то предназначение, да, вот там. Вот точно так же рабочим приписывается некое революционное предназначение. Я думаю, что это, конечно, иллюзия, да, и революционность это всегда производная некой общественной ситуации, да, ее, ну, то есть, определенным образом складывается там общественная политическая конъюнктура, да, и, как бы, возникает революционная ситуация. Революционность, ну, нельзя запасти впрок, да, и точно так же неверно говорить, что для левых, для марксистов вот история заготовила впрок, запасла какую-то социальную базу, да, это тоже, к сожалению, не так. В нашем повседневном опыте, да, мы на самом деле не имеем, так сказать, дело с классами, нациями, даже с обществом, да, мы имеем дело с множеством людей, да, которые вступают друг с другом в самые разнообразные отношения, да, вот эти люди становятся классами, нациями, обществом, только тогда, когда социологи, историки, философы, экономисты, политические идеологи, да, пытаются каким-то образом объяснить эту социальную реальность, да, ну, поскольку эта реальность очень сложна и многомерна, да, то в зависимости от того, как поставлена проблема, да, какую проблему пытаются решить, как бы, эти интеллектуалы, мы можем использовать разную оптику, в том числе и, несомненно, и оптику классовую, да, ну, грубо говоря, мы можем, если мы проводим какое-то феминистское исследование, да, то мы, там, не знаю, классифицируем людей по гендерному признаку, да, если мы, там, я не знаю, занимаемся каким-то исследованием в области, ну, например, там, не знаю, ортопедии, да, то мы делим людей, там, по форме ноги, например, да, ну, и так далее, да, безусловно, мы можем поделить их, как бы, и по признаку отношения к средствам производства, да, тогда у нас получается полетриат, буржуазия, да, вот, и так далее, и тому подобное. Я не пытаюсь здесь утверждать, да, что, там, рабочего класса не существует, да, это, вообще, как бы, довольно абсурдное утверждение, да, я пытаюсь, так сказать, порассуждать о том, в каком смысле рабочий класс есть, да, конечно же, существует наемный труд, да, и наемный труд в нашем современном обществе является, по сути, такой всеобщей нормальной формой трудовых отношений, да, если вы выйдете на улицу, да, и произвольно, там, ткнете пальцем в, там, в первую попавшуюся прохожего, то, скорее всего, вы увидите наемного работника, да, буржуазия, наверное, перемещается на автомобилях, как бы, да, и, скорее всего, да, это будет наемный рабочий. наемные работники по-прежнему в своей массе являются эксплуатируемой, низкостатусной и бедной группой населения, в этом смысле ничего, как бы, не изменилось, да, но я очень сомневаюсь, что современных российских наемных работников, да, можно считать классом субъектом, да, который обладал идентичностью, идеологией, своими массовыми организациями, да, и другими признаками сообщества. Вот, то есть, ну, класса сообщества, да, как бы, ну, в нашей стране не существует, да, даже если мы говорим о Франции, да, где сохранились сильные традиции, там, рабочего движения, где есть, там, массовые профсоюзы и так далее, все равно, как бы, да, там, профсоюз какой-нибудь СЖТ, да, он объединяет лишь какую-то часть рабочего класса, которую Мария сказала, там, называла старым рабочим классом, да, но существует масса категорий работников, которые профсоюзами не объединены и обладают какими-то другими качествами. Ну, это вообще общей мировая тенденция, как не печально. Ну, мы знаем все, естественно, из истории, что в период индустриализации промышленных пролетариат таким сообществом или субъектом стало. Да, это произошло, ну, благодаря, прежде всего, массовой пропаганде стилистических идей среди промышленных рабочих. Да, в Европе 19 века, как вы знаете, стояла проблема пауперизма, и этой ситуации угрожала, да, по мнению, как бы, всех, так сказать, писателей того времени, да, политических деятелей, угрожала социальному порядку. Да, и вот интеллектуалы, как-то отвечая на этот вызов, пытались объяснить, как бы, вот, структуру вот этого нарождающегося хатистического общества, и создали такой концепт, да, рабочий класс, да, или пролетариат. Да, они заметили большое количество бедных людей, работающих на фабриках и носящих кепки, да, и, вот, каким-то образом и проводили устраивающие запасковки, да, и назвали их, значит, рабочим классом. Маркс, да, предложил такой радикальный проект разрешения социальных противоречий этого раннего капитализма, в котором рабочий класс сыграл такую мессианскую роль, да, и затем уже эти идеи, выработанные интеллектуалами, да, проникли в массы, да, и стали идеологией рабочего движения и вошли вот в культуру этих самых людей в кепках, которые сами себя стали называть, считать рабочим классом, да, и верить в свою, как бы, мессианскую роль. Понятно, что это произошло исключительно потому, что вот эти марксистские идеи отвечали на актуальные потребности людей в кепках, да, которые были в то время фактически исключены из общества, да, они были исключены из структур традиционного общества, они были исключены из структур либерального общества, где социальное гражданство определялось наличием частной собственности, да, и они боролись, естественно, за свое место в этом обществе, да, ну и в конечном итоге, мы тоже это знаем, по крайней мере, в развитых странах был достигнут такой социальный компромисс, да, когда рабочие получили некий суррогат, отсутствовавший у них частной собственности в виде, там, не знаю, пенсии, пособий, всеобщего здравоохранения, ну, в общем, структур социального государства, да, который позволил рабочим, вот, как бы, рабочих интегрировать в это капиталистическое общество, хотя, разумеется, и не в полной мере. Таким образом, социализм дал рабочим идеологию и организацию, то есть сделал их вот таким вот общественно-политическим субъектом. Почему именно фабричный партериат в 19-20 веках стал таким революционным субъектом? Ну, к тому было несколько предпосылок, да, ну, во-первых, просто потому, что, как бы, наемный труд, да, как массовое явление, первоначально, как бы, это распространился именно на фабриках, да, то есть возникли фабрики, вот, и там, как бы, эти отношения наемного труда, вот, они, как бы, первоначально и существовали, да, во-вторых, эти самые фабрики локализовали рабочих, да, сконцентрировали большие трудовые коллективы, это, безусловно, как бы, удобно с точки зрения агитации, с точки зрения коллективных действий. В-третьих, рабочие того времени были культурнее и восприимчивее, чем христиане, да, если почитать воспоминания рабочих революционеров даже в царской России, то мы увидим, что молодой человек приезжает из деревни, он попадает в Питер на какой-нибудь там Семенниковский завод, например, да, и там, значит, он уже встречает, как бы, квалифицированных рабочих, которые одеваются как интеллигенты, которые читают нелегальные книжки, вот, которые ходят в какие-то кружки, вот, и он стремится быть похожим на них, да, адаптироваться, вот, в новой среде, вот, и порвать, вот, своим деревенским, деревенским прошлым и деревенским окружением. Ну и самое главное, понятно, что рабочие были исключены из структуры, о чем я уже говорил, да, традиционного общества, да, и не были еще, не были еще интегрированы обществом, обществом капиталистическим, да, и они были, безусловно, социально уязвимы, эксплуатируемы и исключены, да. Вот, все это способствовало возникновению рабочих сообществ, да, это были, там, не знаю, землячества, это были профсоюзы, это были революционные массовые рабочие партии и так далее и тому подобное. Ну, очевидно, что в современной России такого класса сообщества, да, ну, а, собственно говоря, массового рабочего движения, обладающего, там, какой-то марксистской идеологией, да, мы не видим. И, соответственно, можем ли мы сегодня говорить о том, что, значит, возникновение такого вот сообщества рабочего, да, в том смысле, в каком мы об этом говорим, примерно, от начала 20-го века, возможно ли это, да, есть ли вот аналогичные какие-то предпосылки для этого, да, что изменилось, да, в положении рабочего класса. Ну, первое, да, во-первых, наемный труд сегодня, как я тоже выше говорил, да, является такой всеобщей формой трудовых отношений. Промышленные предприятия далеко не единственная сфера наемного труда. Пролетаризация затронула практически все профессиональные группы, вот, и в этом плане пролетариат не является, фабричный пролетариат не является чем-то, как бы, изолированным, да. В Таймбе, условно, имеет значение процесс деиндустриализации, да, огромные предприятия, да, сейчас это, в общем, скорее исключение из правила, да, если мы посмотрим статистику, то в статистике из экономически активного населения, по-моему, ну, я цитирую по памяти, да, процентов 11 только людей как-то связано с промышленным производством. В-третьих, да, всеобщее образование, да, и масс-медиа, они в значительной степени нивелировали культурные различия, да, которые существовали раньше, там, между городом и деревней, между различными группами городского населения, да, то есть, так или иначе, все-таки нельзя сказать, что рабочий класс представляет собой какую-то особую среду, да, которую только вот марксистские интеллектуалы должны там бросать семена знаний, да, и они там пышно взрастут, да, скорее всего нет. Ну, безусловно, социальная уязвимость, бедность, низкий социальный статус, это все осталось, вот, однако, нельзя сказать, что работники, да, если, ну, если не говорите мигранты, то изучение мигрантов являются просто такими лицами без социального гражданства, да, то есть, существует система всеобщего образования, да, которое дает людям какой-то начальный, там, социальный капитал, да, существует, там, здравоохранение, существует какая-то пенсионная система, вот, и, в общем, нельзя сказать, что рабочие – это какие-то такие пари, пари, которые абсолютно вот исключены из этого общества и представляют собой какой-то вот такой априори революционный элемент, да. Мне кажется, современные наемные работники, они и их сознание, да, в значительной степени более диффузны, да, и меньше отличаются от, там, я не знаю, каких-нибудь, не знаю, интеллигентов, мелких буржуа, там, сельских жителей, да, Ну, резюмируя, да, говорить о том, что, там, левая социалистическая политика ставит в центр своего внимания проблематику бедности и социального неравенства, да, ну, то есть, грубо говоря, ориентируется на наемных работников, ну, это, наверное, впадать в тарстологию, да, понятно, что социалистические идеи, левые идеи никогда не будут восприняты буржуазией, да, и думать о том, что можно там, пропагандировать нашу программу, да, среди каких-то других социальных слоев, да, ненаемных работников, да, ну, группа, группа, по меньшей мере. Но трудящий сегодня объединяет, да, не столько фабрика, сколько публичная сфера, да, которая создается, не знаю, интернетом, средствами массовой информации и так далее, да, и в этой публичной сфере левые должны бороться за гегемон, да, поскольку современный рабочий, он точно так же смотрит, там, я не знаю, блок Навального, лекции, там, не знаю, какой-нибудь Шульман, вот, и так далее, да, он может с равным успехом, да, стать, там, националистом, воспринять какие-то либеральные идеи и так далее, да, и для того, чтобы, значит, завоевать, да, вот, как бы, сознание этих людей, да, людей таких, как мы, мы сами в большинстве своем здесь присутствующие на наемной работе, да, мы должны, безусловно, бороться за политическую гегемонию вот в этой публичной, публичной сфере, да, и нужно учитывать при этом, да, что сегодняшний пролетариат представляет собой куда большее разнообразие социальных типов, да, ну, мы можем, там, не знаю, пойти на завод Ниссан и увидеть там хипстеров, которые там работают, да, получают, да, и получают неплохую зарплату, да, мы можем пойти на тот же завод Ниссан, да, и увидеть, что там также работают мигранты, да, которые занимаются какими-то подсобными работами, которые, в общем, с этими хипстерами практически никак не взаимодействуют, да, есть какие-нибудь... Да, вот есть, там, не знаю, то, что называют прикариатом, там, не знаю, работники сферы услуг, да, которые работают нелегально, без трудового договора и которым не платят зарплату, да, есть работники крупных предприятий, где есть, там, социальные пакеты, которые, в общем, на самом деле, не чувствуют, скорее всего, какого-то особенного единства друг с другом, да, как-то официантка в кафе и рабочие из Кировского завода, вряд ли они считают себя представителями одного класса. Ну, вот, наверное, всё, что я хотел сказать, да, не знаю, получилось ли у меня исключённое выступление, вот, теперь... Я тогда предлагаю такой вариант, да, то есть я думаю, что докладчики могут... Есть друг друга много вопросов, но мы сделаем так. Да, мы послушаем вопросы от аудитории, и, в общем-то, я думаю, что таким образом, отвечая на вопросы аудитории, взаимные вопросы между вами тоже, в конце концов, наверное, отпадут, да? А может, всё-таки мы обменяемся какими-то, вот, сейчас вопросами? Ну, ты можешь небольшое-небольшое резюме сделать на... Да, может, вопросами обменяемся, да? Или вопросами, да, только... Да, вопросами, ну, небольшими репликами, потому что хочется... Я бы записала, когда не забыла, я расскажу. Да, только давайте не затерпнуть, минут 10 вам хватит, да? Да. Хорошо, всё. Можно, да, я расскажу о небольшой ремарке, которая у меня возникла по ходу доклада Ивана. Первое. Ты говоришь, ну, ты выдвигаешься такой интересный тезис, что есть множество разных групп, ну, и можно, в том числе, делать людей по классовым признакам. Это просто одна из форм, один способ определения, а можно по форме ноги. Но что важно здесь? Почему мы делим людей по классовым признакам? Это не есть некое произвольное отделение. Это не есть некая просто выбранная нами, в зависимости от наших целей. Мы единственные выбранные нами способ классификации. То есть классы существуют объективные. Они существуют в реальности. Формы ноги тоже существуют. Да. Но важно то, что форма ноги, в отличие от класса, не определяет твое общественное положение. Форма ноги не определяет вообще то общественное состояние, которое вообще прибывает общество. То есть ты не инвалид, как бы, да? Но если ты инвалид, то это тоже опосредуется. Это важно, да? Мне кажется, все равно твое положение в обществе, оно опосредуется именно… Ну, в общем, мы смотрели. И важно, в каком обществе ты инвалид. А то, какое это общество, зависит от способа производства. То есть капиталистическое это общество или феодальное? На самом деле, разница есть. Инвалид ты, скажем, в крестьянском обществе, где каждый сам обрабатывает, каждая семья сам обрабатывает землю. Либо ты инвалид, скажем, в России от 2000-го. И в этом смысле, да, классовое деление, оно определяющее для вообще оценки того общества, о котором мы говорим. И мне кажется, что несколько валютарийски вот так вот, да, говорить о том, что это просто один из способов класса, который мы можем умозрительно разделить общество. Ну, нет, я, конечно, ничего такого не пытался утверждать. Понятно, что раз мы социалисты, мы считаем, что проблематика бедности, социального неравенства и так далее, она является центральной для нашей общественно-политической повестки. Мы считаем, что это определяющий конфликт капиталистического общества. Поэтому, безусловно, как бы, с нашей точки зрения, разделение людей по классовому признаку, да, оно является, оно для нас, да, ну и вообще, возможно, объективно, да, является более важным, чем отделение людей по форме стопы. Я хотел сказать о другом. Я хотел сказать о том, что для нас-то да, но в действительности, да, если мы, значит, там выйдем на улицу, да, и проведем там серию интервью между людьми, да, то они-то себя, скорее всего, да, они ассоциируют с рабочим классом. Они могут себя ассоциировать с рабочим классом, могут себя ассоциировать, там, я не знаю, с кем-то другим, да, там, с какой-нибудь гендерной группой, национальной, профессиональной и так далее, да. И революцию делают, на самом деле, делают люди, да, которых на улице может вывести, ну, не обязательно, как бы, проблемы социально-экономического неравенства, а может быть нечестный выбор, да, вот. Поэтому говорить о том, что где-то объективно существуют, где-то складируются революционные пролетарии, да, которых мы должны вот это хранилище где-то открыть, да, нет, на самом деле мы должны создать, неусловно, какое-то сообщество, да, которое будет ассоциировать себя с, там, не знаю, классом, да, и которое станет активной политической силой. Вот, то есть в этом плане для меня революционный субъект это, ну, примерно то же самое, да, что, там, я не знаю, левое движение, да, или, там, рабочее движение, да, в широком смысле этого слова. А какая это будет революция? Нет? Секундочку, 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 давайте сначала от оплачки пообщаемся. Смотри, это же очень просто, на самом деле, то, что ты говоришь, я с тобой согласна или не согласна. Ты просто смешиваешь два, две вещи, да, класс в себе и класс для себя. То есть, в основном у тебя существование класса не означает, что класс сознаёт себя. Это классическое, ну, марксистское, да, тоже такая, в общем-то, максимум, да, что, вот, политическое определение, почему же здесь класс в себе, да, это просто класс, который существует, и который не имеет уже политического сознания. Класс какой-то классификации, да. Для того, чтобы создать, да, для того, чтобы создать класс не для себя, но здесь есть дискуссия, конечно, должны ли марксисты, да, как Ленин, там, что делать, вот, прямо вот, пойти и, там, внести это сознание. Это дискуссионный вопрос, на самом деле. Либо класс сам приходит в результате определённых, определённой, того, экономической борьбы, да, нарастать до политической. Ну, вот Ленин полемизировал, он говорил, что, ну, в работе что делать, он не считал, что класс может самостоятельно дорасти до политических выводов. Мы, на самом деле, считаем, ну, иногда по-другому, да, что может класс делать самостоятельные выводы, в принципе, отсутствие самосознания здесь не является каким-то классифицирующим признаком. Классифицирующим признаком является положение в системе общественного производства, а оно объективное. Ну, это просто ремархивная такая. Плюс нюанс такой, что ты упомянул о рабочих и крестьянах, о том, что рабочие в начале века были революционные, потому что они были более прогрессивные, чем крестьяне, и более культурные. Мне кажется, здесь важна не культура и не прогрессивность, хотя это тоже играет роль, а вообще то, что рабочие восходящие классы отличают крестьян. Это очень важно. Есть борьба отбирающих классов и борьба классов, которые, в принципе, или групп, которые обречены на поражение, которые отходят. В частности, иногда мы видим даже и для рабочего класса такого рода бесполезную борьбу, скажем, за сохранение рабочих мест, которые уже очевидно вытесняются автоматизацией. То есть, я думаю, что логично, коммунисты должны были в таких условиях предложить рабочим другую политическую, более общую повестку и борьбу по союзной сохранению рабочих мест, например, кассиров в метрополитене, так как это было в Лондоне, когда их заменяли автоматы борьбы, и в этом обучении и так далее. Но, в принципе, вот эта вот тема здесь, скорее, по-моему, с рабочими крестьянами, так же, как и с рабочими мелкой дружуазией вообще. Потому что крестьян заменяет дружуазией. Мы же не можем сказать априори, да? Мы можем, конечно, но то есть, что какой-то класс является восходящим просто потому, что он является восходящим, согласно нашей сфере. То есть, если развивается, значит, идет индустриализация, да? Появляется куча промышленных предприятий, да? Куда из земли устремляются христиане, да? Которые отрываются от своего традиционного быта, да? И здесь, в городе, значит, они начинают жить каким-то новым образом жизни, и в том числе впитывают революционные идеи. Это, в общем, и свидетельствует о том, что этот класс является восходящим. То есть, по сути, я бы то же самое тебе и сказал. Ну, по сути, да. Согласна. Просто акцент, да, по сути, согласна. Ну, если почитать воспоминания, извините, я перебью. Там стал демократы, вот они, например, считали, что рабочие металлургических заводов, да, каких-то машиностроительных, они более передовые, а рабочие текстильных фабрик, как бы, менее передовые, да? Потому что рабочие на текстильных фабриках – это, в основном, женщины, да, они, как бы, более связаны с деревней, да, они более темные, вот, рабочие, которые работают на, там, с более квалифицированным, более квалифицированный труд, да, они, да, они лучше воспринимают ту агитацию, да, которую, значит, приносит с собой социал демократа. Ну, так и было, рабочие, я не помню, говорю, да, по-друге, да, рабочие металлургические заводы давали около, там, треть, там, всех выборов на газету «Правда» в годах в 13-14-м, и, да, они были, в общем-то, в авангарде. Хотя это были одни из самых высокоплачиваемых рабочих. Это тоже противоречит своему тезису о том, что рабочие выступали и в революционном начале века, потому что они были парними, отверженными, потому что их условия жизни были плохими, выступали вовсе не самые высокоплачиваемые. Если бы это было так, то выступали бы как раз таки самые нищие, самые обездоленные, а выступали, в общем-то, люди, которые имели определенный уровень образования и уровень дохода. Да, да, мы уже в диалог приступили, но я просто поправлю, да, просто чтобы уточнить свой тезис, да, я не говорил о том, что, значит, рабочие были революционны, да, потому что они, как бы, были более бедны, как бы, да. На самом деле, конечно, какой-нибудь крестьянин-бедняк, батрах был намного обездоленнее, да, чем рабочие, да. Речь идет о том, что рабочие не обладали социальным гражданством. Это значит, что, вот, да, 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 да. Социальное гражданство, да, очень просто, да. Российское общество, да, оно было сословным. Рабочие находились вне сословия, они не обладали какими-то, даже не то что сословными привилегиями, а вот они не обладали статусом в этом обществе, да, они числились, там, крестьянами или вещанами, или еще кем-то, да. Точно так же в западном туристическом обществе они не считались полноценными и полноправными гражданами, да, потому что с либеральной точки зрения, вот, аутентичной, гражданство всегда связано с обладанием частной собственностью, да, ты пользуешься, там, избирательными правами, если ты подходишь под, там, имущественный ценз, да, это же в времен французской революции было разделение на активных и пассивных граждан, да, одни обладают частной собственностью, другие не обладают. Вот, есть большое количество людей, да, которые от истребционных структур выпали, да, но капитализм либеральный, да, или, там, ранний капитализм, он их тоже не принимает, да, они являются таким оригинальным слоем, да, который, с одной стороны, да, там, рабочий какого-нибудь крупного путиловского завода, да, он уже обладает достаточным уровнем образования, он носит, там, манишку, канатье, там, и так далее, он все ощущает горожанином, да, но при этом, там, я не знаю, как бы, он все равно, на каждом шагу ему дается понять, да, что тебя там, не знаю, в театр тебя такого чумазого не пустят, как бы, да, вот, на каждом шагу он подвергается дискриминации, вот, и это говорит о том, что рабочие хотели, вот, найти свое место в этом обществе, либо разрушив это общество и создав новое, либо, как произошло на практике в западных странах, получить некий суррогат частной собственности, да, у рабочих нет частной собственности, но у них есть, там, не знаю, коллективные договоры, у них есть, там, социальные фонды, да, у них есть всеобщее образование, здравоохранение и так далее, то есть, они получили, вот, в результате этой борьбы некое социальное гражданство, да, то есть, их положение в обществе описано, там, в трудовом законодательстве, да, вот, ну, и так далее, да, у них есть автуска, вот, и прочее, прочее. Давайте, я думаю, что все, когда здесь минут прошло, перейдем к вопросам. И главных вопросов постарайтесь делать все-таки не прям свои реплики, да, ну, и ладно, короче говоря, две минуты на вопрос и, наверное, на ответ тоже две минуты, я думаю, что это не страшно. Так, Гриша, поднимайте руку, я буду запоминать там, записывать, в общем-то, давайте. Вопрос может показаться банальным, достаточно четко прозвучало определение класса, но мне все-таки хотелось бы услышать именно от наших докладчиков, что они понимают под революционностью и что, с вашей точки зрения, означает быть революционером сегодня? Слушай, не знаю, мне кажется, вопрос достаточно тривиальный, и как на него ответить не тривиально. Быть революционером означает быть сторонником кардинального изменения общественного строя. Это слишком общее, я думаю, вы только конкретнее не хотели. Для нас, марксистов, это означает быть сторонником изменения общественной информации, радикального изменения именно общественной информации, перехода от капитализма к социализму, проще говоря, вот и все. Потому что мы считаем, это тема для отдельного, наверное, доклада «Почему социализм, прогрессивнее капитализма?» Если мне нужно сейчас еще доклад, а потом сделать… Прошу прощения, это вообще коммунизм? По руке, по руке. Ну, я, наверное, все-таки… Что касается определения революционности, то… Революционность, конечно, может быть разная. Революционность не сводится к стремлению только совершить коммунистическую революцию. В общем-то, скажем, люди, которые выходят на площади и требуют отставки Путина, они тоже являются своего рода революционерами. Другое дело, что глубина этой революционности может быть различной. Кто-то может остановиться на необходимости политической революции, кто-то может пойти дальше. Но это уже зависит от той идеологической гегемонии, о которой я и говорил. Если в обществе доминируют, скажем, в протестном движении, доминируют либеральные идеи, то это будет, допустим, политическая революция. Если доминируют левые идеи, то те же самые люди, которые сегодня выходят на площадь, с требованием к недовому коррупцию, они будут созданы как недовой капитализм. Для меня революционность – это, скорее, просто стремление свергнуть существующий статус-по снизу. Ну, я продолжу. Прозвольте. Хорошо, давай. Да, можно. Спасибо. После этих ответов я не удивлен, что у нас проблемы с революционностью и класса, и любого другого субъекта, какой бы то ни было. Особенно вопрос, ответ Марии – стремление. Масса людей сидит по своим кухням и стремится свергнуть общественный строй. Политика – это дело очень практическое, и любой субъект, склонный революционизироваться, он смотрит не на наше желание, не на наши вслонности или какие-то стремления, которые нас переполняют, а на конкретные действия. И революционизируется, корреливая себя с этими действиями, ориентируясь на какой-то пример революционного действия. И вам, в данном смысле, более конкретный ответ дал, хотя, мне кажется, тоже недостаточно. Хотя бы выходить на площадь, хотя бы протестовать. Это уже кое-что. Но мне кажется, что это тоже революционность, ну, такого зачаточного, конечно, типа, ну, что Ваня, собственно, и признал. Да, да, да. Поэтому сперва нужно самим сделаться революционерами, а потом уже сетовать на то, что революционный субъект у нас в нем складывается как-то. Вот, что я хочу сказать. Я что, собственно, хотел задать, я думал, что изначально присоединились к гречному вопросу, но все-таки нет. В ваших докладах вот прозвучала такая, примерно, посыл, что существуют, грубо говоря, классы, связанные методом методологии экономического производства и отчуждения, и другие личностные, да, которым человек себя так или иначе отождествляет. И, соответственно, революционность приходит через все-таки, там, как вы перечислили, там, высокое образование при заводах, да, то есть, как бы, осознание пути, как бы, контакта с другими людьми и так далее. Но, тем не менее, если мы, как я, понимаем классику, вот эта вот революционность, приписываемая литариату и рабочему классу, она исходит, ну, то есть, не обязательно с осознанием человека. Вот, собственно, то есть, ну, и, как бы, класс, да, и, соответственно, понятен вопрос, нет? Ну, то есть, вот, хотелось бы узнать, да, то есть, не считаете ли вы, что, может быть, вот, носитель этой революционности в некоторой степени безосознанным в ваших критериях, то есть, не причисляя себя, вот, грубо говоря, к революционному классу, но, тем не менее, так или иначе, за счет факторов, непосредственно, из которых состоит его жизнь, ну, являться, ну, не могу сказать так, носителем революционной идеи. Ну, я сказал, да, о чем, в самом начале, да, что, на мой взгляд, да, революционность – это вот не качество, которое, как бы, присуще вот природе какого-то, какого-то класса. Ну, ты, да, я тоже, вот, ты правильно абсолютно говоришь, вот, крокортизируй именно этот момент, именно про этот вопрос. Ну, ты так и считаешь, да, я так и считаю, да, я считаю, что, как бы, когда в обществе, да, все, у каких-то тектонических процессов, да, которые в нем происходят, да, складываются революционные ситуации, там, верхи не могут, они за них хотят, да, вот, тогда возникает революционность. Люди, которые вчера еще были ничуть не революционными, да, которые вчера голосовали за Единую Россию, вот, и боялись Майдана, и так далее, да, когда эти люди выходят на площадь, да, и тоже выходят на площадь, может быть, даже не со стремлением свергнуть существующий режим, а просто так получается в силу обстоятельств, да, вот тогда происходит революция, да, Троцкий, по-моему, где-то писал о том, что никто не делает революцию, не совершает революцию, там, с радостью, как, там, приятную прогулку, да, вот, когда левые выходят, значит, на улицу, на 1-го мая, сейчас скандируют революция, революция, да, но вот за это это очень грубо, потому что никто, как бы, ни один нормальный человек, как бы, да, он революцию не хочет, потому что революция – это синие, кровь, смех, там, и так далее, да. Поздравляем себя реальностью. Вот, то есть, на противоечивости. Да, то есть… Нет, как бы, если можно… Ваня отказался. Если бы можно было революции избежать, как бы, да, вот, как некого там, таклизма социального, да, то, как бы, я бы вообще с радостью, как бы, я бы избежал, вот, но это, к сожалению, невозможно, да, в силу, там, определенных политических состояний. Да, поэтому я вообще не верю в то, что, как бы, эти люди, которые, ну, кроме людей с, там, сформированными какими-то убеждениями, таких, подавляющее меньшинство, да, как бы, вот, вот, кроме, за исключением вот таких вот идеологов, да, так сказать, убежденных, как мы, да, никто вот революции, как бы, не желает, да, вот, какого-либо судного дня. Мне кажется, да, можно еще, Иван, маленькую ремарку. Мне кажется, неправильно ассоциировать, очень приятно ассоциировать революцию с гражданской войной. Гражданская война может последовать, и… и ж Donnie, и вся эта кровь, там, ужас, и все, что ты же написал только что и ты что так не хочешь. Это может сопутствовать революцией, но это необязательно, потому что сопутствует революции. Революция, в нашем марксистском понимании, это коренное изменение общественного строя, общественной формации. Я думаю, что, это необходимо… Поэтому, мне кажется, очень важно, ну, вот, когда мы распространяем такие вот вещи, да, что вот революция — это ужасный, кого я не хочет, мне кажется, это мы просто с вами себя вредим, когда будет такая. Мне кажется, мы не вредим себе, да, мы вредим себе, когда, наоборот, лозунг революции выдвигаем, значит, несерьёзно, да. То есть, когда впадаем в такую гиперреволюционность фразеологическую, да, и говорим о том, что революция – это праздник угнетённый, что революция – это весело и так далее. Да, люди не дураки, они понимают, да, возможно, как бы они приветствовали бы коренное изменение всего, но они понимают, что, как бы, без потрясений, да, это невозможно. Это не значит, что люди никогда не могут захотеть, как бы, этих потрясений, этих изменений вопреки тем консервативным каким-то вещам, которые выдержат, да, за это нынешнее существование, да. Безусловно, такие ситуации складываются, но это именно общественная ситуация, да, это не какое-то качество, которое присуще людям, потому что они, вот, принадлежат какому-то классу. Можно я отвечу по поводу классов ещё, да? Конечно, мне кажется, очень важно, когда мы говорим о революции, говорить, конечно, о конкретной революции. Это бессмысленно рассуждать об абстрактной революции или об абстрактной революционности, то, что говорил Гришин тоже в начале. Почему нас это вообще нужно волновать? Нас, марксистов, интересует исключительно возможность снижения капитализма, такой революции. О какой ещё революции мы можем говорить? И такую революцию может совершить только класс, который осознаёт себя как класс, безусловно. Именно такую, да, какую-то другую, да, посадить Навального вместо Путина может группа людей, которые не осознаёт себя классом, безусловно. Будем ли это называть революцией в нашем марксистском понимании? Нет, не будем. В марксистском понимании... Зачем нам обсуждать вообще революцию, которая... В марксистском понимании, да, вообще говоря, как бы, история развивается не потому, что кто-то хочет или не хочет, да, вот, там, какой-то революции. Мы не можем революцию выбирать как в магазине, вот, мы хотим социалистическую, нет, буржуазную, нам не надо как-то, да. К сожалению, да, мы живём в определенном обществе, которое развивается помимо нашей воли, да, в котором происходят такие-то и такие-то социальные процессы, да, и то, что мы можем сделать, да, мы можем повлиять на, так сказать, общественное сознание, да, на общественное мнение, на идеологию, как бы, да, завоевать эту идеологическую гегемонию, да, и тем самым, как бы, возможно изменить, да, вот этот процесс, да, не значит, что он задан каким-то образом, да, конечно, сейчас существует масса альтернатив, вот, от того, что будет в голове у людей, которые выйдут сейчас члены площадь, да, зависит то, что у нас будет, Навальный вместо Путина, или, как бы, у нас будет, там, не знаю, коммунизм, да, или ещё что-то, да, скорее всего, вероятно, что будет другое, да. Вопрос. Вот, затрагивался вопрос профсоюзов, вот какая роль независимых и активных профсоюзов в формировании, ну, радикального авангарда, ну, пролетариата в западных странах в данный момент? В данный момент, или вообще? Ну, вообще, можно. Нет, вопрос сложный, тут надо очень конкретно, мне кажется, рассматривать. Конечно, нет, ну, понятно, что профсоюзы исторически, ну, скажем так, есть просто партии, которые были построены вообще на основе профсоюзов, типа, той же Либарийской партии. И другие партии, которые ассоциируют себя с профсоюзной базой. И сами, по себе, эти партии тоже, ну, они являются, наверное, не аналогом, ну, нет, ну, не аналогом КПРФ, конечно, но, по крайней мере, достаточно встроенный в буржуазный парламент партии, который не олицирован на то, чтобы угадалить какую-то революционную авангардию. В мире внутри этих организаций есть более левый друг, вот, в частности, мартизская тенденция работает Либарийская партия. Либарийская партия работает с профсоюзами. Вот таким вот образом, неформально, в себе профсоюзы не ставят себе задачу, безусловно, выковывания коммунистического авангарда. Никакой профсоюз не прописывает сейчас, как там индустриальный рабочий мир, подобных целей, насколько мне известно. Ну, я бы сказал, что профсоюзы – это просто форма организации рабочих в борьбе за их вселенные экономические интересы. То есть, в этом смысле, с одной стороны, профсоюзы стали некоторым компромиссом, который в 19-м, начале 20-го века, компромиссом, может быть, между рабочими и буржуазией, о том, что рабочие могут легальным путем бороться за свои экономические интересы, но при этом политические интересы защищают другие структуры, рабочие партии и т.д. Я думаю, что сегодня по-прежнему роль профсоюзов, в том числе и в России, она остается важной, потому что, на самом деле, борьба за экономические интересы никуда не делась, никуда не денется. И понятно, что, с точки зрения левых, эти трудовые конфликты – это, безусловно, какая-то с эгитационной точки зрения способ продемонстрировать, демонстрировать, что солидарность классовая работает, что коллективные действия способны что-то изменить, это способ, безусловно, найти какую-то аудиторию в этих профсоюзах и вокруг профсоюзов. Но, с другой стороны, конечно, впадать в предвинианизм и говорить о том, что когда-нибудь мы построим один большой профсоюз, который объединит миллионы рабочих, вот тогда эти рабочие выйдут на улицы, ну, вряд ли. Я сомневаюсь, что в текущей общественной ситуации мы в России будем иметь массовые профсоюзы. Скорее, профсоюзы останутся чем-то достаточно локальным, но что, естественно, не отменяет того, что работать в них нужно. Евгения был вопрос. Хотелось бы уточнить, в связи с тем, что здесь собрались и марксисты, и социалисты. Все-таки, если это был участником вопроса, первое, все-таки по Марксу, да, что такое пролетариат, что такое рабочий класс, что является движущей силой по мнению Маркса, и, естественно, как это соотносится с сегодняшним временем, то есть, что будет являться движущей силой. И второй вопрос. На ваш взгляд, какая мотивация должна быть в этой движущей силе, чтобы, наконец, перейти от дивана революции все-таки к реальной революции? Спасибо. Ну, первый вопрос отвечали, да? Ну, все-таки, Гришева задавал в самом начале. Я, в принципе, снялась к этому вопросу. Ну, вот второй вопрос, да, правда. Ну, ленинское определение класса, да, я не помню, как его давать. Ну, оно и марксистское одновременно, да, оно, по-моему, по-прежнему абсолютно религентно, да, что у нас там. Рабочий класс, как бы, да, он отчужден от средств производства, он получает меньшую долю, значит, общественного, да, общественного продукта, да, и что он еще там? Ну, и вынужден продавать свою рабочую силу, да, то есть, ну, здесь ничего не изменилось, да. Вот, что нужно для того, чтобы, значит, люди наемного труда стали революционны? Ну, нужна, во-первых, революционная ситуация в стране, да, во-вторых, левые должны построить такую организацию, да, которая была бы способна эффективно бороться за вот идейную гегемонию в протестном движении, да, что в нашей... Мотивация, революция. Мотивация, революция, ну, люди бедные, как бы, да, и эксплуатируемые, вот, как бы, цены растут, ну, и так далее, да, уже и наглеим. Ну, сейчас люди бедные, 22 миллиона, зачем твои бедности жили? И почему сейчас люди не выходят? Ну, люди выходят? Ну, никто их хочет сменить. Мало того, что власть, так еще и общественная сторона, и об этом вообще разговоры не идут. Я бы здесь согласилась с Иваном, на самом деле, проблема, действительно, сейчас исключительно в отсутствии субъективного фактора. Все объективные предпосылки для революции уже созрели, и перезрели, как, в общем-то, говорилось. Проблема в отсутствии субъективного фактора. Проблема в том, что коммунисты не могут повести с собой сейчас рабочих по каким-то причинам, да, потому что одни слишком малочисленные, а другие оппортунисты, а третьи, в общем-то, не хотят их вести никакой революции, а просто хотят, на самом деле, получить себе место в парламенте, например, да, какое-то тепленькое, и хотят, чтобы рабочие проголосовали за них. То есть ты на что сейчас коммунисты должны опираться, на какое сословие, слой и так далее, группу людей? Я говорила об этом вначале, в своем произведении, но все равно в разные точки зрения на этот вопрос. Я повторю еще раз, на рабочий класс в целом, то есть выбегая те политические требования, которые могли бы объединить и промышленных рабочих, и прекрасно занятых рабочих, и то, что, на самом деле, не могут сделать профсоюзы, да, вот вопрос о профсоюзах. Профсоюзы зачастую выполняют, которые уже существуют, да, профсоюзы выполняют, например, в отделении, то есть в первую другую группу. То есть на рабочий класс в целом, но при этом имея в виду, что в качестве аваргарда, в качестве того класса, который может повести за собой, остальные, может выступать, в первую очередь, промышленный предприятие, в организованном процессе труда. Так почему он достает? Везде диалогов. Ваня, ответишь на мотивацию? Да, отвечу. На мотивацию, да. Кто пойдет, на кого агитация? Ну, слушайте, мы ищем всегда, значит, каких-то готовых людей, к которым мы должны обратиться. На самом деле, именно наша агитация, да, именно наша деятельность, да, именно воздействие, да, как бы на эту субъективную сферу людей, да, она и делает их, оставляет их осознавать себя представителями рабочего класса, да. То есть, грубо говоря, да, мы обращаемся, конечно, к людям наемного труда, потому что буржуазия, как бы, очевидно, наша идея как бы воспринять не сможет, да. У людей наемного труда большинство. Вопрос не в том, к кому мы обращаемся, да, кто это будет, будут ли это фабричные рабочие, или это будут, там, не знаю, рабочая сфера услуг, или это будут, там, не знаю, официантки, или это будут, там, я не знаю, бюджетники и так далее, да. Мы должны апеллировать, да, к реальным, актуальным проблемам этих людей, изучать, как бы, реальное положение, да, разных групп наемных работников, да, и делать это, вот, как бы, обращаться к ним достаточно убедительно, да, для того, чтобы они с нами пошли и осознали себя этим единым, значит, там, родственным классом, да, который должен нам свергнуть капитализм. Да, вот для этого, в том числе, нужно не столько рассуждать о том, кто является, кто не является рабочим классом, да, кто революционен, а кто не революционен, а больше внимания уделять изучению положения различных социальных групп, да, вот, это гораздо интереснее было бы и продуктивнее, чем вот эти вот такие споры на революционности, субъектности и так далее. Вопросы еще? Хорошо, субъектно. Работал я в той группе в коллективе. Я приносил всем коридания со Сталина, у меня на трубочках приносил все коридания со Сталина. Я была коммунистическая организация, в прямом смысле этого слова, да, я был там комиссаром, ну, неформально. Ну, ни один из этих людей, если я вот это сказал бы, революция, но седьмого, да, мы знаем, одиннадцатое, семнадцатого, да, вот я бы не видел дату, в двенадцать часов собираемся на дворцовой площади. Не пришел бы ни один. Ну, естественно. Почему? Ну, у вас с нами в белом нитере было. Да, да, да. Друзья, знаете, все есть? Ну, все, вот, непонятно, давайте без диалогов, да. Вот вопрос, почему? Вот, есть, есть моменты, понимаете, революцию, ну, вот этот Мальцем, да, который сейчас, слава богу, эмигриел, да, значит, он там попытался назначить дату революции на, значит, на 5 ноября, значит, вот, ну, это, на мой взгляд, как бы, довольно нелепо, да, выглядит, потому что, ну, есть такие моменты, да, как бы, как они складываются, не спрашивайте меня. Вот, но почему-то в декабре 2011 года, в декабре 2011 года, да, огромное количество людей, абсолютно аполитичных, да, то, не ходившие на эти митинги, вдруг побежали на гостинку, значит, их вдруг озаботили честные выборы. Хотя предыдущие выборы тоже были сертификациями, вот, и до этого тоже была масса сертификаций, никого это не волновало. В какой-то момент все осознали, что надо, значит, бежать на гостинку, или там, на дворцовую, или куда-то еще, да, это, на мой взгляд, ну, некие, некие, некие подспудные, да, социальные процессы, да, которые, вот, противоречиво, прорываются в какой-то момент, в какой-то момент времени, да, и которые мы не можем, так сказать, предугадить. Мы можем, конечно, назначить дату революции, да, выйти куда-то с палками, да, у нас довольно быстро разгонят, да, такие моменты, вот, революционные моменты нельзя, как-то, не знаю, создать искусственно, да, это происходит в силу процессов, которые от отдельной личности, отдельной организации, там, и так далее, абсолютно независимы. Мы можем только, как бы, ну, следить за тенденциями, да, и пытаться, вот, как бы, так сказать, предсказать, да, это, ну, и то, как бы, сделать это достаточно проблематично. Мы должны быть готовиться к этому, когда люди сами, без всяких календариков, без всякой агитации особой, да, прибегут на этот дворцовую площадь. Ну, я бы здесь просто, я согласна, в целом, да, с тем моментом, что революционная ситуация не зависит от нас, конечно, это важно, но, даже если говорить о 11-м, я говорю про 11-го года, не стоит преувеличивать стихийность, да, этого движения. Ну, конечно, там имели место и процесс самоорганизации, но была проведена большая, благодарительная работа людьми, которые ходили вместе с людей за честные выборы. Это известно, как бы это не скрывается, это нормально, такая работа проводилась, да, в том числе информационная компания большая, ну, которая участвовала, на самом деле, в самом деле, в самом деле. В действительности, насколько я помню это время, да, я помню, что хоть никому не известный студент, мне кажется, Максим Томчин, да, создал какую-то группу, да, о том, что давайте все выйдем на площадь восстания, да, В этой группе за, там, не знаю, за один день, там, доступило несколько тысяч человек, да, вот, я, конечно, ну, безусловно, политические организации, все, безусловно, готовились, но я помню, что был еще до выборов, да, в августе 11-го года, первый митинг, значит, под лозунгом, там, типа, про жуликов и воров, да, на нем было, как бы, там, не знаю, чек-с-то, наверное, вот, и... Понятно, что, там, вот, как бы, движение наблюдателей, да, да, и свидетельство наблюдателей о фоксификациях на выбор, многочисленные, они спровоцировали, вот, как бы, эти события. Конечно, была подготовка, но говорить о том, что это все было способом подготовлено или срежиссировано... Ну, нет, я не знаю, что было срежиссировано, но важно, что было срежиссировано. Ну, еще маленькую ремарку за поводу Галендарьков со Сталиным, просто очень интересный момент, мне кажется, это повод, да, упомянуть о том, что... Ну, вообще, ну, вообще, немного, да, о том, что, как смотрят, вредящиеся в России сейчас, да, на коммунизм, на революцию, то есть через призму советского опыта, во многом. Через призму этого исторического опыта, которого не было в странах Европы. И, на самом деле, для многих людей это положительный опыт, но для многих людей это опыт разочарования, опыт поражения Советского Союза. И это очень большой роль играет, в том числе, на самом деле, Сталин, его личности, те дискуссии, которые существуют вокруг его личности, да? Потому что, в действительности, ну, люди, может быть, любое, что интересуются историей, я не знаю, должны ли они тебя Сталину, то есть должно ли это мотивировать, на самом деле, или, может быть, все-таки, наоборот, демотивировать, да? Учебники по истории очень сильно не мотивируют за эти политики. Ну, например, да. То есть, вот этот опыт Советского очень важен, и понимаешь, что, в основном, сейчас здесь призму этого компания. Есть вопросы? Я вот хотел бы такой вопрос задать ещё около себя, да? А, такой. Если подвести немножко вот эту часть, да, то есть здесь у Марии и вам, мне кажется, говорят об одном и том же, о некоторых, ну, о таких ведомых марсийских амстерских, как революция, класс, да, немножко другими словами, о том, что класс не находится ещё в себе, то, что мы должны эту классовую общность для себя выйти, создать, и нужно говорить о чем конкретно, да? То есть это то, что объединяет докладчиков. Соответственно, тогда выступает более насущный вопрос. Вот мы здесь находимся в Санкт-Петербурге, да, мы являемся маркетинскими левыми активистами. Санкт-Петербург – это город, в котором высокие зарплаты, высокая конкуренция как рабочей силы, так и зарабочую силу, и уже там, допустим, крупная стройка, стадион, да, которую левые активисты, к сожалению, не смогли вклиниться, да, то есть когда где-то было множество трудовых нарушений, она уже позади. И такой вопрос, вот если мы задаем конкретные вопросы, на что мы должны опираться, и вообще какие у нас есть задачи, именно если мы говорим о Санкт-Петербурге, сегодня, здесь, сейчас, какие мы можем выделить интересные группы, и что, вот куда мы должны свои силы направлять. То есть это вопрос, который является очень таким злободневным, да, и мне кажется, что на него интересно было бы мнение наших докладчиков послушать. Ну, для того, чтобы куда-то направлять свои силы, да, и думать, куда бы нам направить, значит, наши силы, да, нам нужно эти силы иметь. Я не говорю, что мы совсем их не имеем, да, вот, но там, я не знаю, в наших группах, да, там, не знаю, стоит там, не знаю, в Левых, в Петербурге, в отделениях, да, там, не знаю, 20-30 человек, как бы, в общем случае, да. Триста-тридцать. Ну, там, не знаю, да, есть какое-то левое сообщество, да, вот, и говорить о том, что мы можем думать о том, что мы, вот, ну, каждой организации есть какая-то специализация, да, вот, там, я не знаю, допустим, международная марсистская тенденция, я не знаю в точности, чем вы сейчас занимаетесь, да, вот, ну, допустим, вы идёте в спальный район, и там вы сдаёте листовки. А вот, значит, ну, причём бы и нет, это прекрасно, да, вот, РСД там, допустим, занимается, там, не знаю... На Невске выходит. Ну, выходит на Невске, да, вот, и, значит, там, делает какие-то, называется медиа-активизм, допустим, да. Проблема заключается в том, что я бы, честно говоря, сейчас бы больше сконцентрировался на том, как скоординировать деятельность левого сообщества, да, вот, может быть, это будет какой-то новый формат, там, не знаю, широко-левый, да, или это будет какой-то блок, или это будет что-то другое, да, чтобы сделать эту работу более профессиональной, да, чтобы иметь достаточную материально-техническую базу для того, чтобы заниматься тем, чем вообще обычно занимаются политические организации, да. Политические организации занимаются, безусловно, какой-то работой в информационном поле, да, да, безусловно, они участвуют в каких-то социальных конфликтах, да, и здесь, ну, здесь в каждом одном случае можно рассуждать, нужно оценивать, да, как бы, не бежать, наверное, в каждую бучу, которая возникает, да, там, по поводу вырубки такого сквера, да, или там еще чего-нибудь, или там, какой-нибудь, конечно, забастовка мигрантов где-то, вот, но, безусловно, смотреть, какие социальные конфликты являются для нас более продуктивными, да, с точки зрения того, что мы можем, не знаю, проявить себя, насколько это медийно, насколько это массово, вот, насколько это позволяет нам, так сказать, использовать это в качестве аргумента в нашей, так сказать, агитации, насколько мы можем завоевать влияние в том или ином социальном движении, и так далее, да. Может быть, мое мнение, наверное, можно сформулировать так, что левые должны готовиться уже сейчас к муниципальным выборам, да, и муниципальные компании. Это значит, что мы должны, значит, работать в городских движениях, да, вот, целенаправленно, вот, ориентироваться на какие-то социальные компании, на локальные органы, да. Что касается профсоюзной деятельности тоже, да, мне кажется, что Питер отстает от многих других регионов, в этом смысле здесь у нас левые слишком мало занимаются, так сказать, участием в трудовых конфликтах, да, это тоже, конечно, такая вакуна, которую необходимо восполнить, да. Но нужно понимать при этом, что мы этим занимаемся не просто потому, что мы хотим помочь людям каким-то, да, не просто потому, что, значит, идеология от нас требует, там, потереться, там, в рабочих классах, напитаться, там, какой-то от него революционной энергией, да. Мы должны понимать, что любое наше действие, оно направлено на то, чтобы приобрести некий символический капитал, чтобы приобрести, усилить наше влияние, да, и для того, чтобы выступать в роли представителя, да, тех или иных социальных групп, да, и выстраивать вот с этой точки зрения нашу деятельность, иначе мы будем просто волонтерами, которые в очередной раз, значит, будут использованы теми же самыми социальщиками, да, в своих очень узких целях. Я вот не согласна с этой концепцией о том, что одна из самых задач политической организации это накопление социального капитала, действительно социальный капитал невозможно накопить, и вообще не вспомним, что это значит. Мы в Марсовской президенции считаем, что, ну, что организация, что революционная организация может быть эффективна, тогда, когда, иногда у нас из-за этого скажут, подготовленных кадров, то есть, когда она многочисленная, когда есть люди, которые связаны с рабочим движением и имеют определенную, ну, теоретическую подготовку для того, чтобы не ограничиться до экономической политической политической уровень. Интересный вопрос о том, вообще, куда должны сейчас идти комитетические организации, какая это для них первая задача. Ну, я говорю, для нас первая задача – это построение кадровой организации. То есть, без нее невозможно совершенно работать ни в каких движениях, ни в политических, ни в социальных, ни в рабочих. То есть, что касается вообще нашего участия в работе с, ну, с населением, скажем так, я не знаю. Нет, мы не ходим сейчас на окраины, хотя, на самом деле, мы пытались, сильно нас это Иван упомянул. У нас была такая идея, да, о том, что все митинги, все политические мероприятия проходят в центре, и на них приходят, в основном, политические активисты, либо люди приближенных, которые знают о них. И если к нам не едут ли со звездной, да, просто простые работники, которые там живут в спальных районах, то мы должны пойти к ним и агитировать там. У нас была такая попытка, ну, несколько раз проходили, проводили митинги и пикеты на окраина города, и я не могу сказать, что это было эффективно, хотя, не знаю, может, от этого какой-то отклик мы не увидели. Сейчас мы ходим, ну, просто целенаправленно, точечно, иногда мы ходим просто к заводам, на которых мы просто узнаем, что есть какие-то проблемы, да, и мы считаем, что там возможно определенное движение. То есть, вот Иван говорит, что левые не участвуют в Питере достаточно по профсоюзным движениям и рабочим, но есть проблема, да, которая заключается в том, что этого рабочего профсоюзного движения нет. И, да, есть левые, которые говорят, что мы должны его создавать, ну, из-за профсоюза, ну, мы не считаем, что коммунисты должны... Есть вопрос из-за профсоюза, что-то угодно. Ну, движение, ты имеешь в виду, что рабочее движение сейчас? Ну, есть там и возникают профсоюзные ячейки там. Ну, профсоюзные ячейки возникают, конечно. То есть, занимательские ячейки профсоюзной борьбой, да, на самом деле, это тоже вопрос. То есть, они возникают и исчезают. Видишь, мы стараемся участвовать там, где они возникают. Что еще? Ну, и если мы говорим о трудовых конфликтах, да, то есть, если мы не собираемся, много ли трудовых конфликтов, да, мы можем наблюдать в Санкт-Петербурге, да? То есть, я говорил, широкая источность трудовых конфликтов была на стадионе, да, которая потом пропала, и туда было не пробиться вот по личному опыту, как бы пробиться куда-то на стадион было. И другой момент, да, то есть, есть ли у нас такие трудовые конфликты, которые не решаются тем, что люди просто забивают, идут на работу, потому что благо или не очень благо, что в Питере есть серьезная конкуренция за рабочую силу, это можно наблюдать уже, и просто говорят, что людям есть куда пойти в нашем городе. То есть, это не город перед образующим предприятием, да, и есть ли такие трудовые конфликты, в которых именно есть мысль этой самой борьбы. Вот, если мы введем, там, год-полтора. Понимаешь, то, что ты говоришь, ну, это вообще отдельная история, потому что, на самом деле, на стадионе была определенная очень специфическая ситуация, которая была связана с тем, что там работало большое количество подрядчиков, которые, в том числе, готовались с генподрядчиками, и, в частности, ну, даже были, да, ситуации, в которых, ну, по нашей информации, по крайней мере, работники использовались в этих конфликтах для того, чтобы распределить между подрядчиками, ну, определенные, да. Понимаешь, это все достаточно сложный вопрос, потому что, конечно, да, работник в Питере, с одной стороны, с одной стороны, доисков. Ну, с одной стороны, след такой безработицы серьезный. По данным, ну, там, по официальным данным, вообще, там, безработицы в России полтора процента. Конечно, это не соответствует реальности, даже в России, да, не только в Питере. По данным, ну, по методике, по-моему, международной организации, когда около десяти процентов, в такой порядок. Но это все равно не сопоставимо с европейскими странами, это намного больше. И это, для того, чтобы правительство значительной степени, вот, больше нет, да. В принципе, да, ну, для вашего такого плюс, наверное, есть структурная митропоция, это немножко другое. Ее данную статистически после того митропоста в Унекине очень трудно, на самом деле, как бы, вот. И, конечно, люди держатся за те места, которые они считают, которые считают для себя, ну, выскооплачиваемыми, да, более выскооплачиваемыми, чем в среднем по отрасли. Или они никогда переходят между другими отраслями, на более несквалифицированные рабочие места. То есть само по себе отсутствие безработицы, оно ничего не означает. Это понятно. Понимаешь? Но есть проблемы, да. Я скажу так, что, в основном, как раз, когда мы пытались ходить на целенаправленных заводах и работать с людьми, ну, на заводах, у которых нет конфликтов, но есть потенциальные возможные причины, возможные какие-то предпосылки для них, это были, в основном, заводы, где либо планировали сокращение, либо банкротство, либо вот такого вот плана. И это как раз оказалось одним из самых неэффективных путей, потому что борьба этих сокращений, в общем, оборонительные бои, пролетариаты, известно, они всегда очень-то трудно начинаются, редко заканчиваются хорошо, и редко дают положительный опыт, и редко, на самом деле, мы вообще как-то люди мотивированы для того, чтобы поступить в эти бои, да. Бои, экономические бои прекрасно проходят на подъеме, что показано было на наших заводах автопрома, на подъеме прекрасный, были прекрасно просеюзные опыты, да. Ну, в основном, по-моему, на тот же самый, на экономическом подъеме. То есть, резюмируя, мы говорим, что так как у нас сейчас экономическая яма, да, и в то же время некоторый статус-кво идет по трудовым, мы не можем ничего разжечь. Мы не можем ориентироваться на экономическую борьбу. На самом деле, это ложная, мне кажется, совершенно посылка, что политическая борьба должна обязательно проходить в стадии экономической борьбы. Обязательно на производстве, там, у себя, там, с теми, вот так далее. Нет, не обязательно. Стихийно могут рабочие, да, в такие формы, на самом деле, в борьбу вступать. Но это не означает, что коммунистин должен ориентировать и пройти все эти ступени. И причем не может предлагать уже сейчас политическую, антикортистическую программу. То есть, мы считаем, что сейчас, да, имеет смысл на стадии спады и вызывать политические розунки. Да. Ирина. Все-таки, я прошу прощения, хотелось бы уточнить аргументацию, да, как нам все-таки преодолеть этот стабилизец для того, чтобы и поиметь какие-то правильные аргументы, чтобы все-таки те люди, которые у нас, ну, собственно говоря, очень, как сказать, ретируются пролетариата, да, сами им являются, все-таки двинулись в нашу сторону. Как это сделать? Какие аргументы мы должны найти? Не знаю, мне кажется, вообще, ну, было уже проговорено за несколько раз, что в отсутствии революционной ситуации определять не может двигаться. Аргументы. Что конкретно мы должны сказать человеку? Чтобы создать революционную ситуацию? Ничего. Ну, если говорить о риторике, то здесь можно, конечно, высказать ряд моментов, да. Значит, во-первых, да, на мой взгляд, либо во многом работают во вред себе в силу того, что наша риторика, да, она во многом является такой риторикой идеологической, да. Это значит, что для многих левых организаций вопросы, там, я не знаю, верности некой традиции, да, вот, в портретике Сталина, там, Троцкого, Ленина, да, верность некой идеологической ортодоксии, попытки доказать себе, значит, самим свою собственную ортодоксальность, да, стоят на первом месте по сравнению с, там, не знаю, стремлением сформулировать эффективные лозунги, эффективную риторику, которая была бы воспринята теми людьми, которые сегодня политизируются и которые сегодня готовы выходить на площадь, да. Ну, я приводил уже в одно выступление в своем, такой пример, да, красная звезда, да, вроде бы левый символ, да, который практически всеми лево-радикальными организациями используется, да, и который я очень люблю, безусловно, красная пятиконечная звезда, это прекрасно, да, но, когда были выборы, да, мы видели, что больше всего пятиконечных звезд использовала такая, как бы, прокремлевская, значит, структура, как Родина, да, вот все ее плакаты предвыборные, они все были покрыты красными пятиконечными звездами. Почему вот такая консервативная организация, связанная, там, такими-то, видимо, армейскими, значит, там, милитаристскими кругами, почему она использовала красную звезду? Знаешь, красная звезда для подавляющего большинства населения символизирует не фракцию Красной Армии, да, она символизирует вот то, что нарисовано на воротах военной части, да, в которую, значит, в которой, там, многие служили, да, то есть это, скорее, символ какой-то патриотический, да, который используется, в том числе, в такой вот, консервативной мобилизации людей, вот, вот, это просто говорит о том, что вот для нас, да, вот, когда, там, мы используем все эти наши вечные сжатые кулаки, как бы, да, вот эти все красные звезды, портреты товарища Сталина, там, Ленина, там, Троцкого, кого угодно, да, это зачастую, вот, нужно на это все смотреть глазами неполитизированного человека и пытаться воспринимать сами себя и нашу риторику, нашу терминологию, которую мы используем, наши лозунги, которые мы выносим на массовые акции, с точки зрения зрителя, к которому они адресованы, да, и мы сразу же обнаружим, что многие наши лозунги, правильные сами по себе, на самом деле не считываются, или считываются не так, как нам бы хотелось, да, это же был успор, мы его ввели при подготовке, в том числе, к акции 12-го числа, вот, и я не хочу в него углубляться, да, но мы должны подходить к нашей риторике с точки зрения, ну, я не люблю слово, там, политтехнологии, политтехнологии отдают чем-то таким неполитимым и буржуазным, да, вот, но в любом случае мы должны подходить к нашей риторике как к инструменту, инструменту агитации, да, возможно, как бы сегодня это будет риторика и не совсем такая, как она должна быть с точки зрения наших каких-то абсолютных идеологических целей, да, но, по крайней мере, как бы она должна достигать своего адреса, да, то есть это не значит, что мы должны там как-то смягчать наши лозунги, да, мы должны заострять, наоборот, на тех проблемах, да, которые сегодня для людей являются актуальными, да, поэтому, скажем, с моей точки зрения лозунг «Долой капитализм» является сегодня менее радикальным, чем лозунг «Долой олигарх», да, потому что олигархи – это реальная какая-то вот ненавидимая, да, и находящаяся в центре общественной дискуссии как бы социальная прослойка, да, а капитализм – это нечто абстрактное, о чем у большинства людей просто нет никакого мнения. То есть один из документов – это «Долой олигарх». Я думаю, что антиалегархическая, как бы, риторика должна, антикоррупционная риторика, она должна переходить, то есть мы не должны повторять то, что говорит Навальный, да, Навальный очень умеренную программу, значит, выдвигает, да, вот, но мы не должны впадать, как бы, в просто повторение наших идеологических целей, да, да, здравствует коммунизм, да, да, даешь мировую революцию и так далее. Мы должны формулировать некие переходные требования, да, которые были бы понятны тем людям, да, которые воспитаны на, там, не знаю, в богах Навального, да, и мы должны таким людям объяснять вот с этой исходной точки, да, объяснять им, что проблема, как бы, несколько шире, да, чем то, которое подает Навальный, да, и что нужно, например, там, провести иллюстрацию, как бы, всех олигархов, да, вот, а не просто, значит, страница власти, там, Путина и медведи. Мы просто вопросы не разные. Если у Навального появились некие аргументы, благодаря которым он собирает такие митинги по стране, а это, я считаю, большое дело, несмотря на то, что мы можем с ним соглашаться или нет, да, то у нас у ЛЕВА почему-то таких аргументов, хотя мы так говорим о безработице, говорим про нищету, бедность и так далее, не появилось. То есть не появились такие цепи, за которыми мы могли рвануть аллитариат в, так сказать, лучшей жизни, да? У нас отсутствуют, безусловно, ну, лидеры мнений, да, все наши лидеры мнений, типа Ужальцова, который был там в 2011 году, они сидят, да, Навальный находится на сцене, безусловно, у него есть большой медиаресурс, у него есть ресурс, который накопил за годы своей, значит, деятельности по возоблачению коррупции, у него был якорный проект, да, вот фонд борьбы с коррупцией, это то, вот, благодаря чему Навальный приобрел такой первоначальный стартовый политический капитал, да, уже в 2011 году на самом первом митинге были лозунги Навального президента, да, то есть, благодаря тому, что он вот как Ассандж, да, его сравнили с Ассанджем, да, он, значит, вот просто, как бы, с документами на руках показывал, что, значит, власти воруют, да, это прекрасно, да, на самом деле, ну, при том, что к Навальным я отношусь плохо, да, но то, чем занимается фонд борьбы с коррупцией, способствует, безусловно, там, расшатыванию, как бы, вот этой политической апатии, да, и, безусловно, это имеет какую-то революционизирующую роль, да. Левое, да, что могло бы стать для левых таким якорным проектом, который позволил бы им, значит, приобрести массовые симпатии, это вопрос, да, вот, я не могу на него прямо сейчас так ответить. Очевидно, что-то связанное с проблематикой бедности, социального неравенства и так далее, да, возможно, это могла бы быть профсоюзная какая-то деятельность, но профсоюзная деятельность не очень сейчас идет, да, возможно, это должно быть что-то другое, да, я не знаю, не могу сейчас ответить на этот вопрос, это тема отдельная, очень серьезная дискуссия. В общем, у Навального хотелось бы отметить, что важно, что лозви очень популистские, на самом деле он не предлагает людям ничего конкретного, и это позволяет как раз таки людям, которые не могут сформулировать свои требования, просто облегчить свои недовольства системой и выдавать вот лозви, была коррупция. На самом деле, почему и волнует эта коррупция, большинство людей не может объяснить. Мы вот в марте ходили на акцию на Марсовом поле, еще, да, 26 марта, и только для того, чтобы проводить наш социологический опрос, разговаривали с людьми. Никто из тех, с которыми мы разговаривали, кроме каждого человека, не читал программу, Навального вообще не знает, существует программа или не существует, да, посмотрел фильм, да, дало коррупцию, да, вот несправедливо, что несправедливо, ну, все несправедливо. То есть, на самом деле, здесь, может быть, довольно низкая зарплата своей собственной, своим положением или своим социальным положением и какими-то отношениями в обществе, все, что угодно, может быть, на самом деле, подведено под этим максимально общие лозунги. То есть, сила Навального не в лозунгах. Ну, для справедливо было отмечено, что он провел определенную работу по самопиару и вывел людей за собой, которые, ну, просто максимально размыто формулировали свои требования, на самом деле. Довольно важно. Левые не могут себе этого позволить. На самом деле, ну, коммунисты, да, не могут волонтарически выбрать какой-то лозунг и предложить его людям. Мы должны ждать, когда люди сами, сами в каком-то, ну, хотя бы в каком-то зачаточной форме, да, вытянут какие-то требования, пускай они сформулированы, пускай это будет стихийное движение, пускай это будет просто, там, не знаю, какая-то борьба, да, на локальных участках. Но требования должны быть связаны непосредственно с повесткой движения. Может, все-таки создать модель какую-то, в которую мы будем предъявлять, вот, как наваливаясь модель борьбы с коррупцией, это как модель идет, да, этот яхт и так далее. А может быть, мы создадим свое модель, в которой мы покажем общество родноправия, общество социальных лифтов, общество социальной справедливости и так далее. То есть, где мы это просто, вот, как лозунги пропишем, скажем так, из 10 пунктов, по примеру, и эту модель и будем подавать, что мы говорим, вот, смотрите, у Навального только борьба, к примеру, ну, дай Бог, с олигархами, но в лучшем случае борьба с коррупцией, что практически невозможно приключить олигархов, да, и тут же, наверное, будем аргументировать. А наш вариант, это все-таки, где отсутствие полного олигархов, естественно, возникает уже меньше прецедентов для формирования, в создании, проявления коррупции в области и так далее. Коммунисты представляют такие модели, на самом деле. Множество групп представляют такие модели, но люди не верят этим моделям. Почему они должны им верить? Почему они должны верить той утопии, которую им предлагают коммунисты? Они смотрят на это, за этими группами ничего не стоит, за ними нет никаких, действительно, масс, да, что они предлагают. Это небольшие группы, вот здесь при любом отмеченном, это группы, которые смотрят десятками людей, как правило, и они предлагают людям изменить общество. Я бы немножко не так поставил вопрос. То есть мы с вами не продаем рецепты любого общества. Никто не продает рецепты любого общества. Все действует несколько иначе. Значит, либеральную идеологию, тоже, если бы Навальный принялся продавать либеральную идеологию, он бы нашел, на самом деле, небольшой круг потребителей. Навальный – это человек, которым знают, что это человек, который разоблачает коррупционные схемы. Это человек, который прославился своей деятельностью по разоблачению коррупции. И дальше, да, имея вот этот символический социальный капитал, накопленный на влажной и, как бы, полезной деятельности, да, в борьбе с коррупцией, да, дальше он уже, как бы, использует это как политик, да, и продвигает, значит, либеральную идеологию. Точно так же про левых должны люди, вот, как бы, Удальцов, да, пока его там не посадили, он был на пике своей популярности, да, про Удальцовы знали, что это такой чувак, которого постоянно, значит, вот, постоянно винтит, да, вот Левый фронт, он создал такой имидж организации вот уличных, таких вот, бойцов, да, которые участвуют в каких-то уличных акциях, да, которые не боятся быть арестованными, задержанными и так далее, да, вот, как бы, такой образ уличной такой вот банды, да. Получается, он представлял такой вот путь, который говорит о том, что если я хочу быть с ними или рядом с ними, я тоже должен видеть, ну, по логике, да. Да, не до всех, да, вопрос, да, вопрос стоит в том, что левые сейчас, да, могут предложить, о нас должны говорить, левые это те, которые кто, или те, которые что, вот, как бы, это может быть, там, успешные забастовки, например, да, это может быть, могут быть какие-то, там, я не знаю, там, я не знаю, уличные акции, да, это может быть какие-то удачные муниципальные компании, да, какие-то социальные проекты и так далее, да, не знаю, вот это нужно обсуждать, да. Сейчас у нас слишком мало сил, средств, ресурсов для того, чтобы какие-то масштабные компании, да, осуществлять. Мы должны, по идее, переходить от спорадических акций, да, к компаниям, да, и мы должны мыслить, вот, например, о компании долгосрочные, да. К сожалению, да, да, я даже могу сказать и о нашей организации, да, которые понимают, в общем, необходимость этого, мы не можем сейчас похвастаться тем, что, вот, мы, как бы, реализуем то, о чем мы говорим и думаем. Вот, то есть, вот, мы должны продавать некий, ну, не продавать, да, пропагандировать некий образ жизни, да, вот быть левым – это что? Анархисты предлагают следующее, вот мы, у нас, там, есть, там, субкультура, там, не знаю, веганы, антифашисты, стритрейджеры, да, как бы, и, вообще, хорошие ребята, которые борются с государством, да, это замечательно, да. Была такая организация, которая называлась «Дескла» в свое время, кто-то помнит, да, она приобрела определенную известность благодаря тому, что они клево проводили, значит, вот эти медиа-активистские акции, да, они забирались на здание, вывешивали там, крутые баннеры, значит, зажигали флайеры, как бы, и успешно, значит, скрывались от полицейских, да. Я не уверен, что такая деятельность подойдет организации вроде нашей, которая претендует на какую-то политическую роль, да, вот, мы не можем превратиться там в арт-группу, да, вот, но, тем не менее, это пример того, как организация может себя позиционировать в публичном пространстве, да, вот, левые – это те, кто против богатых, вот, это должна быть некая мысль, да, которую, вот, каждый, там, не знаю, обыватель немного интересующийся политикой должен понимать. Сейчас левые – это люди, которые любят Сталина их Советский Союз, да, вот, эту ситуацию надо каким-то образом переломить. Так, работа? Я, собственно, хотел с маленькой ремарочкой по поводу Удальцова как раз. Удальцова, вот этот якорь, который вы обсуждали, он, к сожалению, тоже отсутствовал, потому что в своей риторике он не раз открыто поддерживал довольно уже комплементировавшие себя, в кавычках «левые силы», такие, как КПРФ и так далее. Но этого самого якоря у него не было. Собственно, я вопросу никакого нет, я хотел это отметить. и просто подчеркнуть важность действительно, может, возможно, какой-то дискуссии или по созданию именно вот этого вот проекта, да, который так или иначе отождествлял, чтобы человек через него мог отождествлять себя с принадлежностью, вот, правильным нашим всему, которое мы строим. Вот, насчет проектов. Как Вы относитесь к проекту «Народная самооборона»? То, что они делали, приходя к начальникам в случае каких-то серьезных нарушений на рабочих местах и требуя, там, выплатить зарплату, сделать что-то еще. Ну, понятно, что у них был определенный ресурс. Насколько я понимаю, проект сильно не разросся, как и не нарвавшись на серьезное сопротивление. Но, тем не менее, вот такой подход. Среди трудовой следовательности, да? Мне кажется, это неплохой проект. По-моему, не только «Народная самооборона» этим занималась, да. Мне кажется, это хороший такой заменитель профсоюза, да, именно для прикариев, да. То есть, ну, человек работает в какой-нибудь мелкой конторе, работает без трудового договора, да, ему там не платят зарплату и так далее, да. И создать профсоюз в этой мелкой конторе, ну, как бы невозможно на самом деле, да. Он сталкивается с нарушением трудовых прав, да, и он обращается в эту сеть, да, и эта сеть, там, каких-то чуваков, которые, значит, готовы этим заниматься, да, вместе, естественно, с работниками, да, они приходят и, там, не знаю, оказывают давление на работодателя. Да, я думаю, что почему это неплохая форма. Надо изучить опыт анархистов, да, может быть, и нам стоило бы его подключиться к этой сети, да, либо создать собственное, да, но это один из возможных ответов на вопрос, какой проект, да, какая компания, да, может способствовать нашему, так сказать, самоусилению. Ну, я, насколько я понимаю, сеть трудовой средиальности уже не функционирует, да? Да, в принципе, да. Году, по-моему. Это, по-моему, тоже показатели определенные, да, то есть, как бы, что этот опуск был считан, ну, неэффективным, потому что, насколько я понимаю, люди, которым оказывали помощь, они, в общем-то, не включались потом дальше в эту сеть и не способствовали ее вовлечению или созданию какой-либо организации, где, действительно, где мы говорили в политические требования уже, да, в свою очередь, например, о сокращении нестабильной занятости. Ну, анархистам не нужно политической требованием. Я понимаю, но это вопрос о тактике, на самом деле даже. Ну, на самом деле мне кажется... Почему анархисты развиваются политические требования? Ну, как... Ну, что они всегда называют политические требования? Да, да. Вот идеологическое требование, но... Нет, я бы сказал, что у анархистов развита очень хорошо, как бы, это фантазия, да, и творческое мышление. Что они делают, это очень правильно и хорошо, да. Проблема состоит в том, что они не могут это превратить в политический капитал. То есть они занимаются какой-то хорошей деятельностью, помогают, например, работникам, спасают животных, делают еще прекрасную деятельность. Но они, поскольку они не ставят целью создания политической организации, приход к власти, рост своего политического влияния, они просто занимаются этой деятельностью до тех пор, пока те, кто инициирует, это не устают. И это не способствует, по большому счету, росту, накоплению этого символического капитала. Анархисты в свое время, когда у них была организация более-менее единое автономное действие, они благодаря своей антифашистской работе, благодаря многим своим счетам, стали действительно относительно влиятельно известной политической силой. Организованной силой. После того, как они раскололись, естественно, политический капитал распылился. И то, что делают отдельные группы анархистов, просто нет того точки кристаллизации, где позитивный эффект от их работы, он бы приносил профит. То есть, ну, занимаются они вот хорошей деятельностью, окей, как бы, у них организации нет. Хотелось бы... Да. Ну, просто, если взять свою точку приложения, как проект. Ну, допустим, вот один из проектов, который я занимался, это, допустим, формирование профсоюзов в организации. И несколько человек пошли в разные профсоюзы, пытались их организовывать, удачно, неудачно, но был такой опыт. Тогда возникает следующий вопрос. Если мы беремся за профсоюзы, естественно, мы должны иметь кадры для этого, которые должны решать эти задачи. Тогда возникает другой вопрос. Насколько готово левое движение обучать эти кадры, формировать их, запускать в эти коллективы и так далее, и так далее. Потому что это же проект, требующий время, средства, денег и большого желания этот проект делать. Потому что, как правило, не так много людей, которые говорят о чем-то, но так мало людей, которые реализуют хоть что-то. Как, на Ваш взгляд? Ну, совершенно верно. Все время в России, в Питере, в том числе, очень активно профсоюзы реализовывали проект органайзинг. То есть, они готовили профессиональные кадры профсоюзных организаторов, которые должны были ходить на предприятия, говорить с рабочими, выяснять свои проблемы, распространять имитацию и, значит, извне пытаться способствовать созданию профсоюзов трудовых коллективов. Это был довольно масштабный проект. Я, в том числе, работал органайзером профсоюзов и другие товарищи. Он оказался не очень успешным, но тут можно поспорить об этом. Потому что после того, как его свернули, по крайней мере, в Питере, лучше не стал, по крайней мере. То есть, тогда была проблема в том, что, да, удавалось организаторам найти контакты в трудовых коллективах, да, после долгих усилий удавалось там создавать небольшие профсоюзные ячейки, но, как правило, они, после первого столкновения с работодателями, они распадались и не выживали. То есть, эффект от этой, то есть, ну, по сути, просто эффект от деятельности органайзеров не упал в их зарплату, да, там еще сейчас держится, да. Вот. Где-то эта модель по-прежнему реализуется. Например, есть такая группа, которая называется «Рабочая платформа», которая в Калуге проводит, насколько я понимаю, школу органайзинга, вот, и где готовят левых активистов вот этому профсоюзному ремеслу. Потому что, действительно, если вы просто там толпу школьников отправите на проходную заводу и заставите их агитировать рабочих, никакого эффекта это не даст, да. Ну, это как сетевой маркетинг, да. То есть, человек должен знать, как начать беседу, как войти в разговор, что спрашивать, как выйти из разговора и так далее. То есть, он всегда должен знать, вот, чего он хочет, как бы, от этих рабочих, которые он предстоит. Вот. Было бы неплохо, если бы у нас, как бы, в Питере возник какой-то кружок, да, который бы занимался подготовкой этих самых органайзеров, да. Ну, это, опять же, да, это профессиональная деятельность. Это связано с тем, что органайзеру нужно что-то кушать, да. Нельзя просто там на выходных приехать к там выходной и там, значит, приехать или не приехать, пагетировать или не пагетировать. Нужно в идеале каждый божий день ездить на эти развозки, разговаривать с людьми, значит, ввести статистику, сколько разговоров, какие предприятия, какие проблемы и так далее. Для этого эти люди должны сидеть на зарплате. Да, профсоюзы сейчас, к сожалению, не способны по финансовым и прочим причинам брать штаты органайзеров. Могут ли вы создать эти штаты органайзеров и, там, не знаю, оплачивать их работу? Ну, я не знаю. По большому счету, это задача, конечно, профсоюзов. Вот. Ну, вот, вот так. Такой вопрос тогда. Если мы посмотрим на, ну, как известно, в нашей жизни в пустых, так сказать, мест не бывает, да, и если мы посмотрим на то, что вот эту заполняет нишу левой повестки в массовом, так сказать, в, ну, например, интернет-сознании, да, то есть в массовом сознании это какое-то мимигрия под левых, это КПРФ, да, но если мы посмотрим, я говорю, прежде всего, на Мальцево, да, то есть это то, что заняли правые силы, ну, там, скажем так, даже на Мальцево и на какой-то, вот, если МПП, каких-то, там, 2006-2007 годов, да, то есть, ну, если возьмем на правые силы, которые занимают левопопулистическую повестку и могут ее предварять, потому что у них есть ресурсы, так, то есть, это, возвращаясь к вопросу о том, какие нам лозунги нужны, лозунги Мальцево использовал, в общем-то, использовал, сейчас это уже все, довольно левый, да, то есть он говорил о национализации, левый популизм, он не выставлял себя националистом в своем блоге, да, по большей части, он мимиклировал вот такого левенького, и я очень много видел последователей Мальцево, которые, в общем-то говоря, вот они вот левые, и с ними нужно общаться, да, то есть помните, на митинге в Навальнике был чувак с красным, с этим, с красным флангом, у него была кефка мальцевская, 05-11-17, да, это ремарка о том, как недостающие вот это вот место занимают силой и пользуются популизмом. Почему? Потому что заброс, на самом деле, на наши вот эти первозданные идеи есть, но в силу, к сожалению, я так понимаю, общий консенсус у нас есть тут в этом плане, в силу нашей организационной, так сказать, малочисленности, да, мы поэтому и говорим о кадровом росте, да, потому что эти силы просто мы не можем прорвать, прорвать вот этот медийный-медийный барьер, да, к сожалению. То есть, как бы, нам есть что сказать, но чтобы нас услышали, для этого нам нужно значительно больше ресурсов, и, собственно, об этом, я как понимаю, и идет речь. То же самое с МВП, да, то есть у них даже сейчас остается большой медиапотенциал, да, которым они пользуются и продвигают левый лодинг, хотя, по сути, это фашистская организация. Ну, вопрос, я бы на него ответил так, да, ну, безусловно, да, есть масса причин, да, по которым левое сообщество, да, проигрывает, там, не знаю, любым политическим силам, которые охотно заимствуют, значит, левые лозунги, да, используют их, как бы, в своих целях, как говорится, успехов, да, то есть, ну, вообще, сама проблематика, там, социального неравенства, бедности, значит, там, и т.д., и т.д., это благодатная, да, все, кто, кому не лень, используют ее, значит, в своих интересах, кроме левого. Проблема, на мой взгляд, да, заключается, во-первых, в том, что само левое движение, да, во-первых, как бы, оно в четырнадцатом-пятнадцатом годах, как бы, просто, даже не столько расколотно, просто кратко терпело, да, в связи с событиями в Украине, да, как бы, в Украине половина, да, ну, правые тоже, да, националисты тоже, значит, то есть, ну, грубо говоря, то есть, большая часть левых просто власть поддержала, да, в этой ситуации, да, прямо, косвенно, с оговорками, неоговорками, да, но тем не менее, да, значит, это первое. Левое движение, да, левое сообщество просто как таковое исчезло, да, то есть, остались какие-то группы и активисты, да, но, реально, вот, до последнего времени никакого диалога там практически, как бы, не было, да. Значит, во-вторых, безусловно, существующие левые группы, да, там, я говорю сейчас не о консервативных левых, да, а о демократических левых, да, они отличались друг от друга, на самом деле, очень минимально, да, тем не менее, раздроблены, да, конкурируют друг с другом прямо или косвенно, да, вот, и каждая из этих групп, и всем, что у каждой есть свои, безусловно, плюсы, есть дела, кто их получается делать, да, она не может просто создать достаточное количество профессиональных кадров, да, там, я не знаю, пиарщиков, да, там, ораторов, там, публичных спикеров и т.д. и т.п., да, там, профсоюзных организаторов, вот, и так далее, да, то есть у каждой организации, вот, есть, там, есть талантливые, там, не знаю, профсоюзные органайзеры ВРП, как бы, да, есть, там, талантливые публицисты ВРСД, как бы, да, есть, там, какие-то, ну, в общем, не буду перечислять наши достоинства и доставки, да, но, тем не менее, да, ни ресурсов, ни кадров, да, у нас нет для того, чтобы, ну, на самом деле, выращивать и воспитывать тех самых лидеров мнений, да, благодаря которым все эти, вот, либеральные националистические проекты, на самом деле, были, да, вот, это второй момент, да, связанный с раздробленностью, кустарничеством, непрофессионализмом, да, отсутствием ресурсов и т.д., да, то есть вот нужно просто сейчас думать о том, как, во-первых, воссоздать левое сообщество, на каком консенсусе его создать, да, вот, а во-вторых, просто какие меры организационные и, как бы, необходимо предпринять для того, чтобы создать вот эффективный попагандистский аппарат, да, который бы нес нашу идеологию в нас. Можно я скажу? Мне кажется, что это, на самом деле, мы встречаемся, потому, с чего мы начали, да, то есть мы начали эту дискуссию с желанием дать более четкие определения или более ясно проговорить, на какие группы мы ориентируемся, и из-за этого же исходят и лозунги, потому что мы лозунги, лозунгами, да, здесь была речь с тем, что важна и только, важно говорить определенные слова, которые будут восприняты именно так, а не как иначе, но слова о чем? То есть вначале все-таки идет определенные программные требования, которые разделяют люди, а то, какими словами выражать эти требования, это другой разговор. То есть это, в общем-то, вопрос такой тактический, который можно всегда решить, да, и, на самом деле, ну, всегда говорилось о том, что, по-моему, в Каусике и в полемике в Пуш-Тейнске говорили о том, что должно быть определенное революционное единство, но как бы именно агитация может быть совершенно разной, и те слова, о которые мы говорили там «хочу», и те слова, о которые мы говорили промышленному рабочему, это могут быть совершенно разные слова, совершенно разная речь, но, как бы, одно и то же требование, по сути, политическое, общее. Просто мне кажется, что когда мы говорим о том, что правые заимствуют лозунги левых, ну, не знаю, что значит лозунги левых? Мы сами хотим сделать свои лозунги максимально размытыми, по крайней мере, вот Иван предлагает сделать лозунги максимально общими. Левые — это те, кто против богатых. Такой популистский лозунг может взять, на самом деле, и правый, и буржуазный популист, любой, потому что этот лозунг поддержит большинство населения. Вот и всё. В нем нет ничего, по сути, классового, потому что он ничего не говорит о классовом отношении между людьми. Вот и всё. Ну как? Ничего. Классовом отношении между людьми. Очень косвенно. Очень косвенно. Наши лозунги, да, лозунг — это не формулировка нашей программы или идеологии. Лозунг — это афористическая, это вот как заголовок статьи. У статьи должен быть яркий заголовок, чтобы человек его прочитал. Вот лозунг — это афористичная, яркая, привлекательная формулировка какой-то мысли. В лозунг ты не можешь внести всё, что тебе хочется внести. Не какой-то мысли, а специфический коммунистический лозунг. Актуальные сегодня для нашей аудитории. Актуальные для аудитории, безусловно. Не мысли, а требования. Актуальные для этого стоят. Это очень важно. Конечно, максимально общие лозунги используют кто угодно. Хоть Мальцев, хоть Синина. Гитлеров тоже использовал, на самом деле, определенные лозунги. Наверное, Минзинцев — да, было все что угодно. И поддержку трудляющихся. Успешные политические проекты используют зачастую лозунги достаточно размытые с какой-то точки зрения. И это нормально. Почему? Потому что, на самом деле, мы все должны прекрасно понимать, что любая политическая организация забрасывает сеть в массу. И она должна в определенных пределах допускать натурализм. Потому что мы улавливаем души, тела и так далее. Мы стремимся приобрести сторонников, которые неоднородны. Я считаю, что есть некая политическая ниша где-то в пределах от левого крыла КПРФ до левого крыла Яблока, на которую мы должны ориентироваться. И нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к тому, чтобы в наши сети попадались не только какие-то идейные марксисты, а люди, которые чувствуют социально несправедливость. С марксистами мы их сделаем уже в организации. А так-то мы просто заинтересованы в том, чтобы они о нас узнали и шли за нами. Мы на ней находимся. Мне кажется, она и есть возможность создать некий инструмент, агитационные работы, выработки риторики, выработки определенных позиций на данном этапе. Потому что я понимаю, что есть задачи стратегические, мы все о них, конечно, знаем. Но сказать о тактических задачах и как именно их решать, способы, тоже аргументацию привести, мы как раз и должны вырабатывать на этих клубах, в горячих и жадких спорах. Но как раз отработка риторики, отработка именно формирования этих кадров, которыми и должны потом пойти в массы. Мне кажется, вот этот дискуссионный клуб уже сейчас, при тех средствах, которые имеется, мне казалось бы, вполне мог бы решать. Нет, я согласен. Я только поправился, потому что, конечно, на клубе мы не сможем вырабатывать лозунги или что-то в том духе, но мы должны хотя бы рефлексировать какие-то проблемы, что не рефлексируется. Очень часто, например, я сталкиваюсь с тем, что левые говорят, скажем, о том же рабочем классе, классовом сознании, революционном субъекте, как о каких-то реально существующих вещах. Они жонглируют этими концептами, которые они просто заимствовали из классических текстов. Но абсолютно не пытаются понять, что стоит за этими классическими фразами. Мы уже очень далеко ушли сегодня от основной нашей темы. Но мне кажется, что мы в каком-то смысле должны использовать этот клуб для того, чтобы размонтировать наши собственные идеологемы, и посмотреть, из чего они сделаны, как они сделаны, как это все демонструировать и собрать заново. И проверить, что из этого почтенного багажа работает сейчас и применимо в нашей практической борьбе, а что не работает и применимо. Я попрошу, наверное, спикеров. Спикеров краткое резюме, не очень длинное резюме о том, что я скажу. На самом деле, да, действительно, мы уже в конце уже от обсуждения, и как таковой, по этой ситуации, она уже как-то оторвалась от обозначенных вопросов в начале. В действительности, я так понимаю, что со стороны Ивана, со стороны оппонента, в основном, есть предложение отказаться от этих твердых формулировок, отказаться от этих твердых, в общем-то, нет, неправильно я понимаю, это покрашиваю. В общем-то, в конце, когда мы обсуждали практические аспекты деятельности, это очень часто звучало, то есть необходимость обращаться к тем, кто готов к нас слушать, независимо от того, кем они являются. На мой взгляд, для того, чтобы обращаться к кому-то, мы не можем обращаться ко всем с общими лозунгами. Потом мы удивляемся, что либералы или правы, в общем, те группы, у которых всегда, на самом деле, было больше ресурсов, чем у коммунистов исторически, так было всегда. У коммунистов никогда не было больше ресурсов, чем у буржуазной группы, никогда не будет больше ресурсов. Соответственно, эта группа, у которых больше ресурсов, если мы конкурируем с ними и играем перед правилами, и обращаемся ко всем сразу, опережают нас, да? Они используют только социально-копулистскую риторику, а мы говорим, ах, как же так, это же наша риторика, это мы должны ее использовать, это мы должны выступать против богатых. Но на самом деле нет, это не так. То есть ее использовать может кто угодно, и мы не можем запретить людям использовать такую риторику. Наша задача все-таки в том, чтобы выработать свою классовую риторику, обращаясь к определенным группам. Да, у нас мало ресурсов, мало сил, мы говорили об этом. Мы не можем именно поэтому распыляться и обращаться к миллионам или миллиардам земного шара. Наша возможность сейчас в том, чтобы идти и агитировать точечно тех людей, которые действительно могут с этим ангаром набриваться. Поэтому важно выделять, поэтому важно дискутировать и искать этот революционный субъект. То есть это не праздный вопрос совершенно, это именно вопрос того, а куда мы набрали ресурсы. Какие требования мы впишем в свою повестку? Я порезюмирую свое выступление следующим образом. Я бы сказал о том, что в отличие от ситуации 19-го, начала 20-го века, сегодня рабочий класс, то есть работники наемного труда, они представляют собой какое-то что-то частное внутри паталистической системы, какую-то ограниченную, заверованную, собранную на больших заводах социальную группу, к которой можно прийти и, значит, его загитировать. Рабочий стал намного более многочисленным, гораздо более разнообразным и гораздо более диффузным. И кроме того, да, мы живем все-таки в информационную эпоху, да, и рабочий класс, в общем-то, существует в том же публичном пространстве, да, в котором существуют, там, и, значит, либеральные, националистические, консервативные, любые другие силы, да, и борьба о лебах сегодня, да, является, прежде всего, борьбой за то, чтобы конкуренция за публичное пространство, да, прежде всего, с буржуазными силами, да, и в этой борьбе мы должны, скорее, ориентироваться не на какие-то предвзятые идеологические клише, да, которые мы позаимствовали с нашей богатой идеологической традицией, да, мы должны обращаться, прежде всего, к потребностям, да, самих наемных работников, различных групп наемных работников, да, должны, в том числе, как наемные работники, да, оценить, да, и, как бы, осознать наши собственные классовые интересы, да, чтобы затем на какой-то новой основе, да, сконструировать вот это пролетарское сообщество, да, которое, безусловно, может стать, должно стать агентом каких-то общественных изменений.